Глава 13. Подруги и поклонники. Из наших подруг того времени самая заметная и самая близкая была Вера Элл, подруга моей сестры Софьи Андреевны, по частной гимназии с Пешневой. Это была живая, красивая девушка южного типа. В ней была грузинская кровь, что и отразилась как на ее наружности, так и на ее характере. Брюнетка среднего роста, с орлинным носом, смуглая, со сверкающими черными глазами и вьющимися волосами. Очень страстная по натуре, она была горда, отличалась глубиной и силой чувств. Умела и горячо любить, и ненавидеть. Умная от природы, она не была интеллигентна. У нее не было никаких умственных интересов, но большая склонность и способности к музыке. По окончании курса она стала очень часто у нас бывать и полюбилась нашим родителям. Будучи круглой сиротой, она ценила их ласку и привязалась ко всей нашей семье. Мы, сестры, очень охотно проводили с нее время за рукоделием и за той девической болтовней, в которой много молодого вздора и смеха, некоторая доза психологии и обсуждения ближайших событий и лиц, касающихся нашего круга. Вера проводила у нас целые дни, часто с ночевкой, не пропускала ни одной субботы и ни раз бывала в шахматове. Там мы жили душа в душу с ней. Она участвовала во всех наших занятиях, начиная с собирания ягод для бесконечных варенья и кончая полоньем цветников. Все мы в то время были очень молоды и беззаботны. Но пришло время и очень скоро, когда Вера Элл испытала у нас в доме большое разочарование. Среди многих студентов, бывавших в ректорском доме, был Николай Георгиевич Мотовилов. Отец Мотовилова был известный деятель 60-х годов, кажется, первый председатель новых судов. Его привел кто-то из товарищей по поводу затевавшегося у нас домашнего спектакля, кажется, в первый же год ректорства отца. Небольшого роста, довольно стройный, смуглый, шапкой, волнистых, темно-русых волос и серыми глазами в пенсне, смотревшими из-под темных бровей, с небольшой бородой и усами по моде нашего времени, он, собственно, не был красив. Но в нем были изящество и непринужденность. У него было много юмора и довольно дерзкая манера, которая нравилась женщинам. В этой манере не было ничего предусудительного, так как в то время нравы были очень чисты, барышни скромные, а молодые люди приличны. Но было решено, что Мотовилов дерзкий, и это очень интересно. Он был юрист, человек способный, с легкостью проходивший курс. Впрочем, он ко всему относился слегка, по крайней мере, имел такой вид, хотя в сущности был человек серьезный, что и доказал впоследствии. Но в то время, когда ему было года 22, серьезности не замечалось. Мотовилову чрезвычайно понравилось у нас в доме. Его полюбили мои родители, особенно мать, к которой и он был очень привязан. В спектакле он принял участие, играя роль жен премьер, молодого премьера, в одноактной пьесе «Осторожнее с огнем», с одной из милых сестер вышнеградских, именно со старшей, которая была, как и Вера Эл, подругой по классу сестры моей Софьи. Вера Эл играла главную роль в Адевиле «Фофочка». Она играла очень плохо, так же, как и бойкая сестра моя Катя, игравшая главную роль в пьесе «До поры до времени», но была прелестно в голубом шелковом платье. Пропадая от смущения, пропела она дрожащим голосом куплета на мотив из «Переколы». Но, говорят, мужьям не надо верить, что их любовь проходит так, как сон, что все они умеют лицемерить, и все своих обманывают жен. Ах, боже мой, как сердце замирает, того, гляди, сейчас расплачусь я. Уже ли мне мой Виктор изменяет? Уже ли он такой, как все мужья? И так далее. Разумеется, молодые люди легко простили ей недостатки игры за женственность и красоту, а Матавилов стал ухаживать за ней именно во время этого спектакля. Ухаживание было очень настойчивое. Оба были сильно влюблены друг в друга, и после субботнего чая обыкновенно уединялись в одном из углов нашей белой залы. Впрочем, иногда можно было их видеть на знаменитом желтом диване ясенево дерева, который стоял против окон на площадке, составлявший переход от внутренней лестницы в зал. Влюбленные пары любили сидеть на этом диване. На этом же спектакле выяснилось окончательно, что в сестру Софу влюблен батюшков, известный впоследствии историк литературы. Но об этом после. Итак, Матавилов и Вера Павловна составляли интересную пару. Вера была очень счастлива и говорила о своих чувствах преимущественно со мной, так как я всегда была складочным местом всех тайн и секретов, и, не имея поклонников, по мере сил способствовала всем романам. Между прочим, Вера, уходя из столовой после чая, просила обыкновенно подстеречь приход Матавилова в залу, и, удаляясь в гостиную, рядом говорила конфиденциальным тоном «Душа, покарауль!». Я, разумеется, караулила и сообщала, что следует. На моей же обязанности было занимать скучных и глупых студентов, чтобы они как-нибудь не помешали тем барышням, за которыми ухаживали более интересные. Я добросовестно исполняла эту обязанность. Довольно часто приходилось мне разговаривать с одним чрезвычайно наивным и глуповатого вида студентом, которого я же и назвала «малюткой». за его глупые вопросы и вид, но к делу. Все мы были в то время крайне наивны, и, видя ухаживание Матавилова, были уверены, что это поведет к браку. Но, увы, прошло не помню уж сколько времени, и Матавилов стал бывать в доме Вышнеградских и уже не так прилежно ухаживал за Верой Эл, и, наконец, обратился в другую сторону, то есть изменил Вере Эл и стал ухаживать за Варей Вышнеградской, подругой сестры Аси. Сестры Вышнеградские были очень милые девушки, отличавшиеся талантливостью. Старшая Соня хорошо играла на фортепьяно, а Варя еще лучше пела. Она была в консерватории и училась у Эверарди. Очень часто пела она во время субботних вечеров под аккомпанемент нашей матери. Высокая, стройная, очень свеженькая, она была миловидна и очень сдержанна. Сестры Вышнеградские отличались при большой простоте и известной светскостью, которая выражалась в полной непринужденности обхождения. Отец их был известный министр финансов и друг Витте, который впоследствии сел на его место. Примечания. Иван Алексеевич Вышнеградский, 1830-1895 год. У Вышнеградских был особняк на английской набережной, где они жили очень открыто. Встречаясь с ними у нас и у них, Мотовилов видал их и в домашней обстановке, и пленился Варей, которая вообще имела успех, причем большое очарование имело для него ее пение, так как сам он был очень музыкален. Вскоре стало известно, что Мотовилов жених Варей Вышнеградской, но это довольно скоро расстроилось, так как отцу невесты, очень консервативному деятелю, к тому же сильно приверженному к земным благам, вовсе не нравился жених из либеральной семьи, да еще без состояния. Словом, их разлучили, увезя за границу Варю, которая впоследствии вышла замуж за известного дирижера Сафонова. Мотовилов перенес разрыв с Варей очень легко, и вскоре стал ухаживать за другой барышней, которую мы не знали. Но Вере Эл это все досталось очень тяжело. Она жестоко страдала от ревности, от оскорбленного самолюбия, а про Мотовилова говорила, отольются кошки мышкины слезки. Вышнеградских Вера возненавидела, и не только свою разлучницу Варю, но и ни в чем не повинную добрейшую Соню. Как раз в то время, когда произошел этот неудачный роман, за Верой стал ухаживать у нас в доме студент-филолог, граф Мусин Пушкин. Это был очень скромный и серьезный человек, который никогда не выставлял ни своего титула, ни громадного богатства. По матери он был Кушалев-Безбородко и обладал великолепным домом в Мешковом переулке, большими имениями и громадным состоянием. Мусин Пушкин усердно посещал лекции «Профессоров и наш дом». Он страстно влюбился в Веру Эл, постоянно увивался около нее, познакомился с ее сестрой, адмиральшей Пилкиной, у которой она жила, и выказывал особое внимание мне, как самой близкой в то время подруге Веры. Так как он был некрасив, неинтересен и даже довольно смешон со своей ковыляющей походкой, он был хромой и нескладной фигурой, то Вера начала с того, что старалась его избегать, и втихомолку над ним смеялась, так же, как сестры Бекетова во главе с остроумной матерью. Но после несчастной истории с Мотовиловым Вера стала к нему благосклоннее и кончила тем, что приняла его предложение и стала его невестой. Само собой разумеется, что никакой любви с ее стороны здесь не было. Все дело в том, чтобы наклеить нос вышнеградским, сделавшись графиней, очень богатой женщиной и попав в аристократический круг. При этом она уверила себя, что его полюбила, а в том, а об Мотовилове забыла и думать. Все это было, конечно, натяжко, но брак этот не состоялся, и, вероятно, к лучшему, так как у Веры были все данные, чтобы составить счастье любящего ее человека, но никакого светского лоска она даже плохо говорила по-французски. Внезапно Вера прервала всякие отношения с Мусиным Пушкиным и перестала бывать у нас в доме, считая, что он приносит ей несчастье. Причину этого разрыва с женихом она открыла тогда под секретом только нашему отцу, которому питало особое доверие. А мы узнали о ней впоследствии, когда она вышла замуж за учителя своих племянников молодого путейца. Все было в том, что мать Мусина Пушкина не позволила ему жениться на девушке без титула и состояния, и он предложил Вере сделаться его любовницей. По понятиям того времени это было смертельное оскорбление, и, разумеется, Вера с негодованием отвергла предложение графа. Брак Веры Эл был очень счастливый, но она довольно рано умерла, оставив единственную дочку лет десяти. С Мотовиловым дружил его однокурсник, Ницветский, стройный и довольно высокий блондин с приятным, хотя и некрасивым лицом и живыми глазами. Это был пламенный патриот-поляк, хотя по матери немец. Он отличался восторженностью, обожал Мицкевича и Шопена, и обладал веселым и милым, покладчивым характером, при подлинной доброте и большой дозе легкомыслия. Он мечтал о семейном очаге, о детях и о свободе Польши, и всего этого дождался почти без всяких терний на своем пути. Он слегка ухаживал за многими барышнями, даже, пожалуй, за мной, но романа у нас не вышло. Во-первых, он был не в моем вкусе, а во-вторых, я увлекалась в то время его товарищем, чрезвычайно красивым поляком, который, подобно метеору, блеснул и быстро исчез с моего горизонта, но оставил глубокое впечатление. В результате много стихов, которых никто не читал, усиленные занятия польским языком, пристрастие к Шопену, интерес к полякам и к их литературе и прочее. Конрад Викторович, которого недаром бабушка Карелина называла быстроглазый, нецветский, быстро проник в мою тайну, хотя я очень старалась скрывать свои чувства. Что поделаешь, мне было в то время 16 лет, и тайна моя к моему горю стала общеизвестной. Но Конрад Викторович был моим учителем, он приносил мне польские книги, прекрасно играл баллады и мазурки Шопена, а главное рассказывал мне о своем интересном товарище, так как в то время жил в одной комнате с ним. Мотовилов относился к нецветскому дружески, но юмористически. Он называл его сначала Кондрат, потом контракт и, наконец, документ. Охотно играл с ним четыре руки и слегка потрунивал над его патриотизмом. А в общем, они были хорошие друзья, но раз в жизни произошла между ними большая ссора. Они ухаживали за одной и той же барышней, которая была очень хороша, собой умна и прекрасно пела. Конрад Викторович, обладавший изрядной долей самоуверенности, вообразил, что она им увлеклась, чего не было на самом деле. И когда Мотовилов сделал с ее женихом, вызвал его на дуэль. Дело кончилось тем, что кто-то из них был неопасно ранен в руку. После этого случая произошло некоторое охлаждение. Мотовилов женился на той, которая была причиной дуэли, а нецветский, быстро утешившись, на моей двоюродной сестре Янишерловой. Нецветский, женившийся не по страсти, а по благоразумному выбору и симпатии, на хорошенькой умной девушке спокойного характера и с хорошей семьей, да еще и с приданным, был очень счастлив в семейной жизни. Избрав карьеру присяжного поверенного по гражданским делам, он достиг хороших результатов. Жизнь его протекала, в общем, благополучно и завершилась после германской войны переселением в столицу независимой Польши вместе с семьей женатого сына, когда-то игравшего с Блоком. Две его дочери остались в России. Одна Анна Конрадовна, жена московского профессора, другая Ольга Конрадовна, жена ленинградского хирурга. Она еще до войны окончила бестужевские курсы на романо-германском отделении и с успехом выступает как лектор в нескольких учреждениях. Восьмилетней девочкой она выступала во французском спектакле, где Блок играл старого и глупого академика, а ее старший брат Лакея. Ольга Конрадовна живо интересовалась поэзией Блока, так же, как и ее отец, который всегда относился с большой симпатией и сочувствием к Блоку, несмотря на то, что он после женитьбы редко бывал в их доме, а окончил тем, что совсем отдалился от них, так же, как и от остальных своих родственников, за очень немногими исключениями. Что касается семьи Недзветских, то наиболее дружеские отношения у нее всегда были и сохранились со мной. Судьба Матавилова определилась совсем иначе, чем судьба друга его юности. Как человек с сильным темпераментом, он женился по страсти на исключительно привлекательной девушке, с которой был очень несчастлив. Вскоре обнаружилось, что она его не любит, и вышла замуж только со скуки. Ее отношение к мужу было хронически презрительное, чему я была свидетельницей через год после их свадьбы, когда они гостили у нас в шахматове. Причем она всех нас поразила своей красотой, остроумием и тонким исполнением незаурядных романцев, но также и своим презрительным равнодушием к мужу. Глядя на них, я невольно вспоминала слова обиженной Матавиловым Веры Эл «Отольются кошки мышкины слезки». От этого неудачного брака родилась девочка, которая умерла дефтеритом, когда ей было три года. Вскоре после этого по желанию жены произошел развод, и Матавилов остался, что называется, при пиковом интересе. Несколько лет сряду он был соломенным вдовцом и страдал от несчастной страсти к жене. Наружно он этого не выказывал, был, как всегда, юмористичен, небрежен, но из веселого юноши превратился, что называется, в брюзгу. Он был в очень дружеских отношениях с семьей моей сестры Софьи Андреевны и с ее мужем Адамом Феликсовичем, часто бывал и у нас, возобновил дружбу с Недзветским и кончил тем, что женился вторично на очень милой девушке, в которой находил едва ли основательно сходство со своей первой женой. Это был счастливый брак. Жена Матавилова была прекрасная жена и мать, и сам он любил семью, но, по-видимому, жизнь его не удовлетворяла. Он остроумно ворчал на своей службе в Сенате, и что-то уж очень пристрастился к водке, которая, несомненно, вредила его наследственной болезни сердца. Он умер внезапно, далеко не старым, оставив в большом горе совсем молодую жену и двух дочерей. Должна осознаться, что я никогда не чувствовала большой симпатии к Матавилову и даже не находила его привлекательным. Это был не мой жанр. С ним совсем нельзя было разговаривать, можно было только флиртовать и кокетничать, чего я совсем не умела. Он не выносил, чтобы женщины в его присутствии занимались чем-нибудь, кроме него. Застав ее, например, с рукоделием, он вырвал его у нее из рук и не давал ей работать. Он признавал только пение и игру на фортепиано. С ним невозможно было говорить серьезно. Изредка он произносил суждения, из которых я увидала, что его вкус очень узкий. При большой музыкальности он признавал только русскую музыку, за исключением Шопена. Он не любил даже Бетховена. Литература не русская, была ему неинтересна. Он не признавал даже Шекспира, Геты и лучших западных романистов. Я не помню, чтобы он когда-нибудь принес книгу, но он очень любил, когда мать наша читала вслух что-нибудь вроде рассказов Слепцова. Проводя у нас в шахматове по целым неделям, он никогда ничего не делал, не любил длинных прогулок, хождений за грибами и прочего, и приезжал обыкновенно один. Удивительно то, что очень любя наш дом, он не был влюблен ни в одну из моих сестер, и они тоже им не увлекались, хотя и любили его общество. Всего охотнее с ним проводила время Софья Андреевна, что объясняется отчасти тем, что до замужества она не имела серьезных интересов и легко могла оставить пустяшное рукоделие или чтение легкого английского романа для еще более легкого припровождения времени с остроумным и веселым кавалером. Екатерина Андреевна, как хозяйка, литератор, располагала меньшим количеством свободного времени, а кроме того, не без критики в моем духе относилась к самому Матавилову. Александра Андреевна очень рано вышла замуж. За ней Матавилов изредка ухаживал, когда она оставила мужа. Он ей нравился, но не очень, и кроме того, было слишком ясно, да он и не скрывал этого, что его ухаживание не пойдет далее легкой связи. Он ее не любил, а она была избалована серьезными чувствами к ней остальных поклонников. Для нее было важно и то, что он нисколько не интересовался маленьким Сашей, которому было в то время лет пять. Маленький Блок очень не любил Матавилова, называл его за глаза сердитым тоном «Матавилька-вилька-вилька» и вообще относился к нему враждебно, тогда как Франца Феликсовича сразу полюбил и почувствовал к нему доверие, хотя тот им тоже не интересовался. Перехожу к другой паре студентов, посещавших Шахматова в качестве поклонников моих сестер. То были филологи Майков и Батюшков, оба известные впоследствии. Майков как талантливый критик, Батюшков как историк литературы и критики. Молодыми студентами они занимали общую комнату. Трудно было найти столь разительные контрасты, как эти приятели и однокурсники. Валерий Николаевич Майков, племянник тогда еще здравствовавшего поэта, был маленький, худенький юноша, сильный брюнет с черными глазами и мелкими чертами довольно красивого личика, в пенсне и с несколько напускной мрачностью и с глубоким басом при полном отсутствии мужественности. Федор Дмитриевич Батюшков был жизнерадостный широкоплечий блондин высокого роста с грубоватым, но правильным профилем и слегка вьющийся шевелюрой. Федор Дмитриевич был из богатой помещичьей семьи и тоже потомок поэта. В то время он интересовался славянофилами и приносил Софье Андреевне сочинение Хомякова, но избрав почему-то романа «Германское отделение» очень увлекался лекциями талантливого Александра Николаевича Веселовского, что сблизило его с сестрой нашей Катей. Она была тогда на бестужевских курсах и тоже восхищалась лекциями Веселовского. Между ними были дружеские отношения не без оттенков лирта, но, как-то я помню, произошла между ними размолвка, не помню уж по какому именно случаю. Когда инцидент был исчерпан, Федор Дмитриевич написал стихотворение, которое начиналось словами «Прости, закралось подозрение в мою какую-то там грудь». Сестра Катя немедленно сочинила ответ на двустиши, которая не сообщила поэту «Жаль, что закралось подозрение во Федор Дмитриевичеву грудь». Она же придумала ему название «Фита батюшков» и вообще относилась к нему с насмешкой. Но не так относилась к нему сестра моя Софья. На его оживленное ухаживание она ответила сильным чувством. Разумеется, прочла Хомякова, который вряд ли ее тогда заинтересовал. Батюшка приезжал в Шахматово вместе с Майковым, который ухаживал за сестрой Катей. Она обезжалостно поднимала его насмех, дразня на каждом шагу чрезмерным классицизмом и пристрастием к греческим словечкам. Он был неизменно мрачен и меланхоличен, переводил стихи Гейна и разговаривал со мной о переводах того же поэта, которым я тогда занималась из любви к искусству. С этими двумя мы ходили в лес за грибами и сиживали на опушке великолепного батюшковского леса. Причем Федор Дмитриевич запевал веселым тенором «Сизенький голубчик сидит на дубочке». А Майков окончательно кис и мрачнел от насмешек задорной и хорошенькой сестры Майкать. Сестра Софы тихо и нежно расцветала под взорами своего ухаживателя, но увы. После этого лета, когда все родные и подруги окончательно решили, что Федор Дмитриевич будущий жених Софы, он охладел к ней и стал ухаживать за близкой ее подругой Соней Вышнеградской, которая право же не была в этом виновата. Софа очень страдала от измены своего обожателя и, наконец, поступила столь же решительно, как и романтично, а именно, отправляясь на бал к Вышнеградским в голубом гренадиновом платье с четырехугольным вырезом, в котором она напоминала не то маркизу XVIII века, не то фарфоровую пастушку, она спрятала под корсаж записку, в которой просила Федора Дмитриевича не бывать у нас в доме, так как ей тяжело его видеть, и передала ее ему во время бала, на котором этот неверный увевался за ее подругой. Федор Дмитриевич, как человек легкомысленный, но добрый, был огорчен и поражен тем, что дело приняло столь трагический оборот, но исполнил просьбу Софьи Андреевны. Он принадлежал к числу тех немногих мужчин, которые часто увлекаются, но никогда не женятся. Следует заметить, что он был более привлекателен для женщин как мужчина, чем его приятель Майков, но, несомненно, уступал тому же в уме и талантах. Мне и тогда уже казалось, что Майков гораздо интереснее его в разговоре. Впоследствии Батюшков развился, но в то время ему было очень далеко до Майкова, который в дальнейшем оказался талантливее и значительнее его. После эпизода с бальной запиской Софа поплакала и погрустила, но к весне чуть ли не того же сезона утешилась. За ней стал ухаживать Адам Феликсович Кублицкий, красивый и энергичный брюнет, живого характера, сильно обрусевший поляк и неусердный католик. Он был юрист, дружил со своим земляком Недзветским, оба были родом из Витебской и учились в тамошней гимназии, и жил на учительское жалование, но всегда хорошо одевался. Последнему обстоятельству, то есть хорошему и модному костюму, Софья Андреевна придавала значение. Кстати, замечу, что Блок, характеризовавший эту сестру Бикетову метким двустишием, старшая, томится и над кипсеком мужа ждет, в дальнейшем изменил ее облик, дав ей в мужья лохматого студента с демократическими наклонностями. За такого Софья Андреевна не только никогда бы не вышла замуж, но и смотреть на него бы не стала. Итак, к весне завязался роман между сестрой Софой и Адамом Феликсовичем Кублицким, что кончилось сватовством и браком к тому времени, как Адам Феликсович с успехом кончил курс и был оставлен при университете у талантливого криминалиста профессора Файницкого. В то время, то есть в начале 80-х годов, Адам Феликсович еще не забыл Мицкевича, радовался, когда убили Александра Второго, назвав его тираном и вообще не был чужд политики. Впоследствии он поправил, но всегда хорошо помнил родной язык, который совершенно забыли его военные братья. Ученую карьеру он скоро бросил, не написав даже магистерской диссертации и, пробыв короткое время помощником присяжного поверенного адвоката Люстига, оставил и это занятие и сделался мало-помалу отменно честным и рьяным чиновником. К службе своей относился он с редким интересом и рвением, основательно изучая те отрасли, которыми приходилось ему заниматься. Так, будучи уже в зрелых годах директором лесного департамента, он самолично изъездил и исходил все леса России, совершенно загоняв подведомственных ему чиновников, не обладавших ни его здоровьем, ни интересом к делу. Он энергично преследовал воровство, с бешенством выгонял людей, пытавшихся дать ему взятку, а в своем департаменте, в каком бы ведомстве он ни служил, проводил столько времени, что когда он опаздывал домой к обеду, его младший сын, глухонемой Андрей, которого выучили говорить по губам, говорил обыкновенно «бедные папины советники». Его работоспособность и любовь к делу были совершенно исключительны, причем основательные его познания в юридических науках и в частности в законах придавали его деятельности особую ценность. В Шахматово Адам Феликсович приезжал не раз еще женихом. Помню одно лето, когда отец мой и старшая сестра Кати были за границей, а Александра Андреевна еще в Варшаве, Адам Феликсович приехал в Шахматово вместе с Недзветским. Тогда же гостил у нас одна из моих подруг Леля М. Это была очень полная девушка, отличавшаяся томной грацией и некоторой театральностью манер, которая была у нее врожденная, но многим казалась фальшивой. Она была милая, умная и ласковая девушка, очень привязчивая и постоянная в своих чувствах. Но актерская среда среднего пошиба, в который она вращалась, ее дядя был второстепенный артист Александринского театра, а также наследственная в их семье страсть к актерству, приучила ее к рисовке, которая ее выиграла в нашем обществе, если бы в ней было побольше простоты и поменьше претензий. Между прочим, будучи действительно нервной, она очень этим рисовалась, считая, что так интереснее и не подозревая, что сдержанность была бы ей больше к лицу. Помимо этих слабостей, она была очень мила. Мы с ней сдружились еще с гимназией, она стала бывать у нас очень часто, ее полюбили и сестры, мои родители, никто из моих подруг, которых у меня было несколько, не был так близок к нашей семье, как она. В Шахматово она приезжала много раз. В числе молодых людей, побывавших в Шахматове, были граф Мусин Пушкин, который так настойчиво ухаживал за Верой Эл, но ее он в Шахматове не встретил. Сколько я помню, он главным образом проводил время с нашей матерью, которая после его отъезда изобразила свои разговоры с ним в юмористической форме. Самое выдающееся событие во время его пребывания в Шахматове было то, что он страшно напугал нашу горничную, пришедшую в комнату, где он спал, с намерением вычистить его сапоги и платье. Она с ужасом рассказывала, что в углу стояла нога. У бедного графа одна нога была сухая или с другим каким-то дефектом, и он снимал на ночь свой аппарат. Этим недостатком и объяснялась его странная походка. Вообще, он у нас, что называется, не привился. Что-то в нем было пресное, чего мы все не полюбили. А, впрочем, мы были в то время ужасные насмешницы и, легко подмечая смешные истории, не замечали за ними серьезных достоинств, которые, несомненно, были у Мусина Пушкина. Он не был ни талантлив, ни оригинален, но занимал впоследствии место попечителя учебного округа в Ленинграде. Показал себя с хорошей стороны, так как был человек просвещенный и гуманный. Лёля Мазурова. Кажется, мы познакомились с ней как раз в том году, когда наша семья переехала в ректорский дом и начались наши многолюдные субботние вечера. Ей было в то время около 16 лет. Ее нельзя было назвать красивой, но она была привлекательная. В своем кругу она очень нравилась, но у нас ей вначале не повезло. Я думаю, что тут играла большую роль ее манера себя держать, а также и то, что она не освоилась в нашей среде и чувствовала себя несвободно, за ней никто не ухаживал. А так как все барышни, часто нас тогда посещавшие, неизменно влюблялись в кого-нибудь из студентов, то эта участь постигла и Лёлю. Но роман ее был неудачен. Как водится, Лёля изливала мне все свои чувства, и я была ее верной и сочувствующей конфиденткой. Во время ее ночевок у нас после субботы мы проводили полночи в разговорах о том, можно ли ей надеяться на взаимность, и если нет, то почему, как значится в какой-то современной анкете. Но Лёле нравилось быть несчастной, и она все время как бы играла роль безнадежно влюбленной. Но молодость все же брала свое, и, несмотря на все свои страдания, Лёля часто от души веселилась, особенно если к нам присоединялась веселая и беспардонная сестра моя Ася, с которой трудно было выдержать меланхолическую ноту. В то время она уже отдохнула от страшных впечатлений своего брака, а с Лёлей очень сошлась. В шахматово Ольга Алексеевна приезжала много раз, одно лето выдалось на редкость жаркое. Помню душные ночи и горы великолепной клубники, которую мы поедали в огромном количестве и просто не знали, куда ее девать, тем более, что как раз в это время заболела мать, а у нас были гости, и поэтому никто не варил варенье. Мать лежала в жару в своей комнате. Мы вызвали со станции земского доктора и ухаживали за ней, как умели. Как раз в это же время приехал жених сестры Софии Адам Феликсович и его приятель Недзветский. Сестре приходилось и хозяйничать, и наблюдать за лечением матери. Мы с Лёлей, конечно, ей помогали, но все же ей приходилось часто уходить от жениха. Но она все-таки находила время уединяться с ним под сень шахматовского сада, и их можно было заметить в нежном дуэте на дерновой скамейке в конце нижней дорожки. Когда матери стало лучше, начались общие прогулки молодежи по лесам и лугам. Помню несколько походов на Малиновую гору за грибами, в Праслова, на Полянку и так далее. Посещение Лёли в это лето было неудачное, так как у ней развалилась нога, она охромала, и это сильно мешало ей во время прогулок. Приходилось то помогать ей перебираться через канавы, то переходить по кладкам, через ручей. Мы с сестрой Софой с легкостью преодолевали все эти преграды, ей же было это особенно трудно при ее грузной фигуре. Но это было единственное лето, когда моей подруге не посчастливилось. В другие разы все шло гладко, и мы особенно весело проводили время. Семья наша имела хорошее влияние на Лёлю. С годами она заметно утратила свою театральность и стала гораздо проще, а потому и милее. У нас же научилась она более к лицу причесываться и одеваться, потом она как-то развернулась и стала гораздо живее и веселее. Тут появились, разумеется, и поклонники, с которыми она очень удачна и непринужденно кокетничала. Одно из милых воспоминаний этого времени это ее отношение к двухлетнему Саше Блоку, с которым она по целым часам просиживала у окна, выходившего на Неву. Саша стоял на подоконнике, а Лёля ждала вместе с ним то полуденную пушку, то хриплый свисток буксирного парохода Николая, который появлялся всегда в одни и те же часы, и Саша говорил при этом, что он сморкается. Когда Ольге Алексеевне было лет двадцать, она уехала в Кронштадт вместе с родителями. Отец, занимавший место экзекутора в Петербургской таможне, отличался необычайной честностью, редкая черта в его звании. Прослужив много лет в этой должности, он был переведен в Кронштадтскую таможню, где тоже имел казенную квартиру и довольно скромное жалование. Тут моя Лёля расцвела окончательно. Она имела большой успех среди моряков, танцевала, играла на любительских спектаклях в морском собрании и вообще очень веселилась. Поклонников было несколько. За ней ухаживал, между прочим, и не на шутку, поэт Натсен. Но она вышла замуж не за него, а за солидного Николая Алексеевича Мазурова, который познакомился с ней, снимая комнату у содержателей того пансиона, в котором она преподавала. Подобно некому вертеру, уже зрелого возраста, Николай Алексеевич пленился девушкой, которую он увидел, окруженной детьми. Ольга Александровна очень любила детей и имела особый дар ласково, но твердо руководить их занятиями, оживленно и весело забавлять их в часы досуга. Николай Алексеевич сам чрезвычайно любил детей, поэтому сразу был очарован этой милой женственной наставницей с пышной фигурой и красивыми глазами. Он был значительно старше своей жены, но оказался как раз подходящим ей мужем, так как нежно любил ее и детей и легко переносил ее причуды, которых при всех ее добродетелях у нее было немало. Сама же она до такой степени любила и берегла своего мужа, что даже мешала ему иногда есть, беспрестанно спрашивая его за обедом, не болит ли у него что-нибудь, не имея основания этого опасаться. Ольга Александровна была очень любящей, но властной женой. Несколько лет Мазуровы прожили в Ленинграде, где Николай Алексеевич занимал какую-то скромную должность. Здесь родился у них первый сын, который на третьем году жизни умер от молниеносной скарлатины. Это было большое горе для обоих родителей, особенно для Ольги Александровны. Вскоре после этого случая Николай Алексеевич переселился с женой своей в Тверь, где получил место инспектора судоходства. Здесь Мазуровы прожили много лет. Николай Алексеевич был честнейший и ревностный служак, и добрейший человек, которому многие обязаны были своей поддержкой. Жалование он получал изрядная жизнь в Твери в то время была очень дешевая, и поэтому Мазуровы жили довольно широко. Дом их, несмотря на скромное положение Николая Алексеевича, был один из самых приятных в Твери. У них бывали все, начиная от губернатора и кончаясь скромными обывателями. Они были радушные и милые хозяева хлебосолы, а Ольга Александровна сделалась светской, но милой провинциальной дамой, которая оживляла Тверское общество и принимала участие во всех, кто был с ней сколько-нибудь близок. Детей своих, мальчика и девочку она воспитывала очень тщательно, ему нежно, но властно, нанимала им лучших учителей и так далее. Незадолго до революции Николай Алексеевич вышел в отставку из семьи Амазуровых, проведя некоторое время в Швейцарии, переехала в Ленинград. Эти годы были уже далеко не так благополучны, как те, что они провели в Твери. Сын их поступил в Петроградский университет, где окончил курс на юридическом факультете и в то же время занимался по классу фортепиано в школе Ренгофа. Впоследствии он держал экзамен на свободного художника в консерватории, дочь по окончании курса института поступила на высшие женские курсы, специализируясь по истории искусства, а также прошла курс танцев в одной из частных школ. Старики Мазуровы уже покойники. После смерти мужа, который Ольга Александровна очень оплакивала, ей жилось вообще тяжело. У нее всегда было очень плохое зрение, а последние годы своей жизни она совершенно ослепла. Живя в Петербурге, супруги Мазуровы часто у нас бывали. В первый же год их женитьбы они побывали у нас в шахматове, причем Николай Алексеевич очень восхищался маленьким блоком, которому было в то время года три-четыре. В дальнейшем оба Мазуровы относились к поэту-блоку с большой симпатией и уважением. Глава четырнадцатая. Друзья дома. Старшее поколение. Анна Николаевна Энгельгард. Из старых друзей дома, посещавших Шахматово, вспоминаю сейчас милую, умную Анну Николаевну Энгельгард, жену, известного в шестидесятых годах Александра Николаевича Энгельгарда, химика, либерала и бон-вивана, который за какие-то вольные по тому времени, а по-нашему до смешного невинной речи, был сослан на всю остальную жизнь в свое смоленское имение Батищево. Человек, он был талантливый и энергичный, и, будучи лишен всех соблазнов и прелестей Петербурга, не опустил рук и стал усиленно заниматься сельским хозяйством, сделав из своего имени образцовую фирму, которая поступила впоследствии в ведение государства. В Батищево в семидесятых и восьмидесятых годах ездили молодые интеллигенты и интеллигентки, желавшие приобщиться к народу, опроститься, заняться физическим трудом и так далее. Особого толка из этого, кажется, не вышло, но все же эти юные мечтатели помогали Энгельгарту обрабатывать его поля, ходить за его скотом и так далее. Жена Энгельгарта за ним не последовала. Дело в том, что, женившись на ней, Александр Николаевич сразу же объявил, что брак есть только первый этап половой жизни женщины. Анна Николаевна с этим не спорила. Она была сильно влюблена в своего мужа, но, будучи женщиной трезвой и совершенно лишенной романтизма, прожила довольно счастливо со своим умным, очень мужественным и здоровым мужем лет десять, произвела на свет двух сыновей и дочи и безболезненно с ним рассталась. Она пребывала с ним в добрых отношениях, ездила время от времени в Батищево, где жила в отдельном флигеле, а в городе занялась переводами и журналистикой, чем и содержала себя и своих трех детей. Она была дочь составителя французского словаря Макарова, считавшегося в дни моей юности образцовым, а на самом деле плохого. Там не хватает очень многих слов и переводы слов часто неметки, так что во многих случаях лучше пользоваться толковым словарем талантливого француза Ларусса, даже и в однотомном издании. Анна Николаевна была, кажется, смолянка. Она прекрасно знала французский язык, а также и свой собственный русский, была литературно и исторически образована, очень начитана и сделалась вскоре хорошей переводчицей. Она была постоянной сотрудницей вестника Европы, в котором переводила Золя и других французов. Работала и в других изданиях и газетах. Свою профессию переводчица она ненавидела, называла себя литературным батраком, но добросовестно исполняла свою работу. Зарабатывала она, по-видимому, изрядно. Один Стасюлевич платил ей 75 рублей в месяц за ее два с половиной листа. Цена считавшаяся роскошной в то время, а что получала она от других издателей, я не знаю. Сыновья ее получили высшее образование. Любимица ее, Николай, был филолог, пописывала стишки. Анна Николаевна в своем пристрастии к сыну уверяла без всякого основания, что он похож на Альфреда Мюссе и вообще его обожала. Он тоже любил ее, у них были общие вкусы и воззрения. Анна Николаевна не разделяла либеральных идей своего мужа и, не интересуясь естественными науками, тяготела к литературе и к музыке. Таков был и сын ее Николай, после которого остался томик слабых стихов, несколько исторических романов патриотического направления и история русской литературы. Сын Михаил Александрович был совершенно в другом роде, он был естественник и то, что в то время называлось радикалом или красным, а жил, как и мать, переводами. Переводил хорошо, между прочим, недурно справился с таким труднейшим переводом, как Соломбо Флабера. На мой взгляд, он был гораздо симпатичнее Николая, но мать была к нему равнодушна. Дочь Вера была некоторое время в частной гимназии с Пешневой, учась в одном классе со мной. Это была румяная, тяжеловесная, очень здоровая девочка, прямодушная и простая. Но как-то вскоре ее взяли из гимназии, это совпало с арестом ее отца, и она так и не кончила своего образования, а впоследствии уехала в имение к отцу, и так там и осталась. Я видела ее раз в Петербурге, уже взрослой, красивой, рослой девушкой. Она была молчалива и очень замкнута. Думаю, что судьба ее не удалась, но ничего больше о ней не знаю. Но вернемся к Ане Николаевне. В детстве я ее смутно помню. В шестидесятых годах она имела облик своего времени. Будучи очень высокой и в меру полной, она одевалась в черное платье наипростейшего покроя, напоминавший подрясник, и стригла волосы. Примечание. Стриженные волосы — примета вольномыслия женщин в 1860-е годы. Очки, которые она всегда носила по крайней близорукости, еще дополняли этот облик. У нее было приятное лицо с нежной кожей, маленькие, взящные и очень холеные руки. Позднее она отрастила волосы и стала более тщательно одеваться, хотя никогда не молодилась. У нее были дружеские, хотя и не близкие отношения с моими родителями, но по мере того, как подрастали мои сестры и я, отношения становились все ближе и теплее. Анна Николаевна подружилась с тремя из нас, с Катей, Алей и со мной. С сестрой Софой она была дальше. Мы три сошлись с Анной Николаевной главным образом на литературе, да и вообще как-то подошли друг к другу. Ей было тогда, вероятно, за сорок, а нам шестнадцать, восемнадцать и двадцать, что-то в этом роде. Ко всем нам Анна Николаевна относилась по-особому и всем дала свои прозвища. Особенно она любила Катю и называла ее русалкой, вероятно, за переменчивые глаза и насмешливый нрав. Сестру Алю она называла перлушек, а меня средневековая. Должна признаться, что последнее название было довольно метко, так как мой романтизм и мечтательность были наиболее сильно выражены. Анна Николаевна проводила с нами целые часы до упаду хохоча над Катиными остроумными рассказами и беспрестанно снимая и вытирая свои очки от слез, набегавших на глаза от смеха. Не раз бывала она на наших субботах в ректорском доме и очень интересовалась победами сестры Кати. Ей очень понравился Катин поклонник Валерий Николаевич Майков. Она огорчалась тем, что Катя его только высмеивала, но узнав, что он заложил часы нашей матери, которые было поручено ему отдать починку, воскликнула в горести разбиты все привязанности. Она любила выражаться цитатами из наших писателей. В те времена, семидесятые годы, в нашем кругу считалось чудовищным заложить хотя бы и время на чужие часы, чем и объясняется ужас Анны Николаевны. Впоследствии, разумеется, на это взглянули бы проще, да и тогда в более демократических кругах это не показалось бы странным или зазорным, но Анна Николаевна была отнюдь не демократка, так же, как и мы, дворянские дочки. В те времена сестра Катя, которой было 22, была бойкой курсисткой бестужевских курсов. Она носила прическу с локонами, в то время это было в моде, и у нее было очень красивое платье лилового цвета с оттенком сливы из индийского кашемира, которое чрезвычайно шло к ее нежному цвету лица и к стройной, хотя и худощавой фигуре. Летом Анна Николаевна поехала в Батищево, чуть ли не на целое лето, и пригласила погостить к себе нашу Катю, забрав какие-то интересные летние наряды городского покроя, шитые у лучшей портнихи. Сестра Катя зарабатывала в то время порядочные деньги и хорошо одевалась. Она съездила в Батищево и произвела там фурор. Дело в том, что в дни ее пребывания случилось не то рождение, не то именина Александра Николаевича Энгельгарта, по поводу чего в Батищево наехало множество гостей. Нужно было соорудить обед на все это общество, а в обиходе не было ни одной кухарки. Александр Николаевич, очень любивший тонкие обеды, должен был довольствоваться бабьями пирогами и щами. И вдруг Екатерина Андреевна Бикетова, раздушенная барышня со шлейфом, в модном платье и с беленькими ручками, обнаружила кулинарные таланты и соорудила при помощи бабы-стрепухи и собственных рук настоящий барский обед на всю компанию. Бульон с кореньями, гора пирожков со вздохом, крошечные вздутые пирожки из нежного пресного теста, с разными начинками. Какое-то большое, жаркое, кажется, телятина и огромный земляничный мус, сооруженный в огромном, начисто вымытом, умывальном тазу. Александр Николаевич был в восторге и от обеда, и от его создательницы, а гости уплетали пирожки со вздохом и прочее. Анна Николаевна была, разумеется, очень горда успехом своей русалки, которая не приминула, конечно, и пофлиртовать, пусть и в ход свои чары и распоряжаясь как подручными молодыми людьми, случившимися на ту пору в Батищеве в качестве сотрудников Александра Николаевича по сельскому хозяйству. Анна Николаевна очень любила бывать у нас в шахматове. Помню, как однажды она приехала в ужасную погоду среди лета. Выходя из экипажа и охая после долгой езды по ужасной дороге, она возгласила «Карикатура южных зим!» Она прожила в шахматове около недели, в урочные часы переводила какую-то книгу и часто развлекалась разговорами с тремя сестрами, причем и ей, и нам было привесело. В городе она жила некоторое время по комнатам, но потом, внезапно вообразив себя хаус-фрау, хозяйкой дома, она наняла себе квартиру в три крошечные комнатки. В это время Анна Николаевна вообще увлекалась домовитостью, между прочим, восхищалась воронами, находя, что это очень хозяйственная птица. «Кар-кар, такая славная мать семейства», говорила она, изображая ворону. Она наняла прислугу и устроилась очень уютно. Свои комнаты она называла «Наперстки», и мы не раз посещали ее в то время все три, и даже как-то раз привезли к ней студента Недзветского, который пришел в восторг от интересной синеглазой писательницы Ломовской, которая была известна между нами под именем Полосы, потому что только что напечатала в каком-то журнале интересный рассказ «Полоса», где трактовалась психологическая тема о помешательстве на какой-то полосе. Примечание. Лидия Филипповна Нелидова, урожденная Королева в первом браке Ломовская, во втором Маклакова, 1851-1936, билетристка. Недзветский восхитился синими глазами этой дамы и находил, что у нее голос как виолончель Давыдова. Примечание. Карл Юлиевич Давыдов, 1838-1889, виолончелист и композитор, профессор и директор Петербургской консерватории. В наперстках нам бывало привесело, мы пили чай с каким-то печеньем и без конца болтали. Будучи литературной дамой, Анна Николаевна встречалась со многими писателями, с Тургеневым, с Достоевским и другими. Она особенно ценила последнего. Из ее рассказов о нем я помню, что он говорил ей как-то, ведь во мне все Карамазовы сидят. Помню, как Анна Николаевна приехала к нам в шахматово из Москвы после Пушкинского праздника, на котором к стыду нашему никто из нас не был по причине какой-то глупой инертности. Она с восторгом рассказывала про знаменитую речь Достоевского, начинавшуюся словами «Пушкин есть явление чрезвычайное». И призналась, что после этой речи она поцеловала Достоевскому руку. Примечание. Смотри в письме Достоевского к жене. Я бросился спастись за кулисы, но тут вломились все, а главное женщины. Целовали мне руки, мучили меня. Цитирую по Федору Михайловичу Достоевске, полное собрание сочинений, том 26, Ленинград, 1984, страница 460, сравни там же, страница 462. Смотри также Белов, «Романтика книжных поисков», Москва, 1986, страница 72, 74. В 90-х годах возник журнал «Вестник иностранной литературы», издаваемый владельцем магазина серебряных вещей по садовой линии гостиного двора, Григорием Фомичом Пантелеевым. Почему он сделался издателем, не знаю. Вероятно, кто-нибудь указал ему на выгодность этого предприятия. Он был совершенный профан в литературе, но человек чрезвычайно приятный в обхождении, за что наша мать, которой он часто являлся, так как она по нездоровью не могла ездить в редакцию, прозвала его «благоприятный купец Пантелеев». Этот издатель, вероятно, по чьей-то рекомендации пригласил первым редактором своего журнала Анну Николаевну Энгельгард. Она же пригласила в сотрудники сначала мою мать, а потом и меня с сестрой Александрой Андреевной. Сестра Екатерина Андреевна писала тогда оригинальные стихи и рассказы и не нуждалась в переводах. Первой работой матери в этом журнале было путешествие Стэнли в дебрях Африки, за которой последовало множество других и при редакторе Булгакове и Трубачеве. Анна Николаевна отдавала полную справедливость живому талант нашей матери и поощряла мои первые работы. То было золотое время нашего заработка. Мать зарабатывала больше тысячи рублей в год, а я триста рублей, что было вполне достаточно для моих костюмов, развлечений и других мелких расходов. Я даже купила себе в эти годы в рассрочку рояль взамен того Лихтенталя, который мать подарила сестре Александре Андреевне при ее вторичном выходе замуж. Новый рояль стоял в моей комнате, а не в гостиной, и я могла играть на нем без помех всех своих бахов и шуманов, непереносных для моей матери. Знакомство с Анной Николаевной окончилось однако плачевно. Она поссорилась с сестрой Катей, русалкой, из-за своего сына Коли, потому что та не возмутилась по поводу фильеттона Буренина, остроумно отщелкавшего в новом времени стихи Николая Энгельгарта. Анна Николаевна была оскорблена этим фильеттоном до слез и сказала Кате, что если та ей не сочувствует, она просит оставить ее дом навсегда и сама прекратила с нами знакомство. Так и кончились наши отношения с этой милой, интересной, но слишком пристрастной женщиной. Глава 15. Первые годы в шахматове. Первые годы нашего шахматовского жития прошли приятно и беззаботно. Только матери, которая вела сельское хозяйство, приходилось думать о том, как свести концы с концами. Отец зарабатывал, вероятно, тысяч семь. При казенной квартире с отоплением, считая профессорские гонорары дохода из книг, главным образом учебников, которые шли, разумеется, очень бойко. Но у нас выходило всегда много денег, особенно с 1876 года, когда отец сделался ректором. Как недешева была тогда жизнь, все же содержать жену и четырех дочерей, из которых две еще учились, было не так уж легко. Так как жили мы скромно, но широко, держали кухарку и горничную, а зимой еще так называемого кухонного мужика для ношения дров и разных посылок, для стирки и глажения брали поденщицу, а в ректорском доме был еще особый швейцар, без которого ректору нельзя было обойтись. Кроме того, к нам часто приезжали родственники, которые гостили зимой иногда подолгу, а бабушка Александра Николаевна жила обыкновенно всю зиму. Субботние вечера, несмотря на скромные угощения, чай, бутерброды и фрукты тоже дорого стоили, так как гостей на них была тьма. Гости вообще бывали часто и в самое разнообразное время, особенно молодежь. Подруги наши часто ночевали у нас после субботы, а молодые люди, ставшие близкими в доме, приходили в воскресенье к завтраку и часто оставались чуть не весь день. По веснам устраивались длинные и поздние прогулки, которые очень мешали гимназисткам готовиться к экзаменам. Да и вообще наша тогдашняя жизнь, веселая, но безалаберная, не способствовала серьезным занятиям. Летом же количество прислуги с прибавлением судомойки, столь же частые гости и обильная еда, а шахматы как-никак надо было содержать. А переезды туда и обратно со всеми багажами, особенно осенью, когда шли в город бесконечные ящики с вареньем, сиропами и маринадами, стоили очень дорого, так как, хоть и дешевы были билеты, но нас-то было уж очень много, считая шесть человек господ и прислугу, привезенную из города. Сестре Кате было немало хлопот с домашним хозяйством, и все же у нее оставалось много свободного времени, и она имела полную возможность предаваться любимым занятием, не отставая от отца и сестер в прогулках и походах за цветами и за грибами. Она была самая зоркая, и потому больше всех находила грибов, а в составлении букетов цветов отличалась особым искусством, которое со временем перешло ко мне. Между делом и во время одиноких блужданий в поисках земляники или цветов сестра Катя сочиняла стихи для себя или по заказу, что ей ровно ничего не стоило. Иногда рисовала она акварелию с натуры, цветы или виды. Последнее удавалось ей лучше, вообще же у нее был необыкновенно правильный и точный рисунок, но ей не хватало чувства красок, как верно сказала про нее одна художница. Я думаю, все-таки, что если бы она продолжала учиться живопись, из нее вышла бы недурная пейзажистка. Уцелевшие виды шахматова ее работы дают полное понятие о том, что она рисовала. Сохранился вид шахматовского дома, счастью сада и того холма, на котором он стоял, со стороны Гаврилиной дороги, вид флигеля, нарисованный на ящике, да вид сарая и группа деревьев соседнего с нами имения, усадьба чья-то и не чья. К сожалению, пропали виды амбара сосной, двух елок, стоявших на гумне, и аллеи, ведущие к пруду. Был также точный карандашный рисунок, изображавший голубую комнату в то время, когда она была спальней старших сестер. Есть еще хорошая акварель отца с тем же видом дома, холма и части сада, снятое раньше и несколько шире захватывающее пространство, так что видны не только липы и серебряный тополь, но и ряд высоких берез за забором на нижней дорожке. Цвет крыши зеленый, как было сначала, а на акварели сестры, Екатерина Андреевна, она уже красная. Нечего ей говорить, что мы с Асей были вполне беззаботны и радостно предавались деревенской свободе и милым занятиям. Сестра Асофа, не имевшая никакого касания к хозяйству, тоже не знала забот. Отец, совершенно устранившийся от сельского хозяйства, бесконечно наслаждался вольным воздухом, природой, прогулками и возможностью проводить все лето с семьей. Он, разумеется, не оставлял и летом научных занятий, собирал растения, разыскивал новые виды, определял их, описывал и так далее. Но ведь и в этом была одна из больших его радостей. В общем, все были довольны и веселы. Читали довольно много, мы с Асей упивали с Шекспиром, старшие сестры читали главным образом английские романы в издании знаменитого Таухница. Конечно, все читали журналы. Иногда мать потешала нас, читая вслух что-нибудь вроде рассказов ныне забытого Слепцова или Пьесостровского с редким искусством и чувством юмора. В темные или ненастные вечера при зажженных лампах, отставив обеденный стол к стене, мы, сестры, танцевали иногда вчетвером кадриль под звуки модной тогда музыки «Флёр де Те» «Чайный цвет», составленный из мотивов оперетта Ликока. Отец со старшими сестрами, а иногда и мать, посещали зимой Михайловский театр, где были в то время казенные, очень хорошие французские труппы, и говорили, что в оперетке «Флёр де Те» смешили всех до упаду два комика «Тетар» и «Пешна», которых отец талантливо изобразил своим бойким карандашом в китайских костюмах. Мы с Асей писали иногда стихи на одну тему, например, «Замок». Судьей нашего искусства была всегда сестра Кати. Стихи эти не сохранились и вряд ли стоит об этом жалеть. Сестра Софа не писала стихов. Свободная от прогулок время, она только читала, мечтала и вышивала по конве полоски для украшения полотенец или рубашечек с широкими рукавами, которые носили в 70-х годах барышни, с темными юбками, цветными кушаками и бусами под названием русских костюмов. Вышивание полотенец было тогда очень в ходу. На одной из групп, где изображены три сестры Бикетова, четвертая была уже замужем, и Вера Эл, у всех в руках расшитые полотенца. Эта группа у меня есть так же, как и кабинетный портрет сестры Аси, невестой в расшитой рубашечке и переднике и темной юбке с шелковым кушаком с завязанным сзади бантом. Юбка была темно-коричневая, шерстяная, конечно, со шлейфом, а кушак красный с белым. Сестра Катя никогда не носила таких костюмов, справедливо находя, что они к ней не идут, но я носила. Не могу сказать, чтобы они шли к моей худощавой фигуре, но, по крайней мере, у меня была длинная и густая коса, что более подходит к русскому стилю, а у Кати прическа с локонами, а, впрочем, сестре Софье и Вере Эл локоны не мешали. Они даже вместе снялись в этих костюмах, составив милую поясную группу с двумя головками белокурой и черноволосой. Так-то поживали мы в Шахматове целых три лета, но в 1878 году произошло событие, нарушившее наше мирное житие. Ася сделалась невестой, и жених ее, Александр Львович Блок, посетил Шахматово. Это посещение оставило мало хороших воспоминаний. Александр Львович озадачивал всех своими парадоксами и непривычными для нас мнениями. Многое говорил он, вероятно, из духа противоречия, в пику заботливым родителям, а, впрочем, трудно нам было тогда понять этого демона жестокости и эгоизма с нашими старыми понятиями о гуманности, семейной любви и прочем. Александр Львович проводил большую часть времени вдвоем с невестой, мы видели его мало, очень характерно, например, было то, что когда у его невесты заболели зубы и мать попросила сказать, что ей бы не следовало гулять в сырые вечера, Александр Львович ответил, что болезнь придает утонченность, так что нечего стесняться этого нездоровья. Вообще же, во время своего пребывания в шахматове он был очень требователен и тяжел с невестой, и так расстроил ей нервы, что она была уже далеко не так весела и беззаботно, как прежде. Доказательством этого служат стихи Александра Андреевны, написанные ею значительно позже, как воспоминания прошлого. Привожу их почти целиком. Сирень распустилась, мне душно в саду, по узкой дорожке я тихо иду, уж смерклось, ильется сильнее аромат, раскрылись цветы и со мной говорят. О, вспомни, как здесь он тебя обнимал, как страстно и нежно тебя целовал, как здесь проводили вы долгие дни, как в сумраке теплом сидели одни. И птицы ночные летали кругом, и месяц сиял над спокойным прудом, дрожали в груди под дыханием весны весенние песни, весенние сны. О, вспомни, как милый тебя проклинал, как гневно, жестоко тебя упрекал, как плакала ты, как молилась тайком здесь, в тихом саду, над тенистым прудом. О, вспомни, как здесь ты несчастна была, как смерть призывала и смерти ждала, как мучилась тяжко всем сердцем любя того, кто терзал беспощадно тебя. Страдание и радость опять вспомни, о прошлом далеком еще раз вздохни, пусть слезы помогут навеки простить, но горечи тяжкой с души им не смыть. Санкт-Петербург, 26 апреля 1883 года. Глава 16 Отец поэта Александр Львович Блок Приведенные в предыдущей главе стихи свидетельствуют о том, как много приходилось терпеть моей сестре Александре Андреевне, еще невестой, от тяжелого характера Александра Львовича. Как это часто бывает, она, балованная дитя всей семьи, своевольная, шаловливая, вполне подчинилась не только мужу, но и жениху. Она даже не жаловалась на него и не думала с ним разорвать. Итак, четвертое лето шахматовского житья было уже не так безмятежно, как первые три года. Говоря стихами возмездия, и в нашу дружную семью явился незнакомец странный. Далее следует в стихах описание того, как ястреб кружит на бледном небе, высматривая гнездо, и, высматрив, слетает на прямых крылах и жертву бедную когтит. Эта бедная жертва и была моя юная сестра Ася, которую ястреб вырвала из родного и теплого гнезда. Сын-поэт сравнивал своего отца и с ястребом, и с демоном. И прав был сын, нарисовавший такими чертами облик отца. Нелады между женихом и невестой добрые и наивные наши родители не принимали всерьез, несмотря на многие предостерегающие со стороны голоса, и думали, что со временем в браке все образуется. Но они ошиблись. В зиму, последовавшую за тем летом, когда Александр Львович посетил Шахматово, он женился на сестре моей Асе и увез ее в Варшаву. В дальнейшем было так, прошло около двух лет, в продолжении которых ястреб продолжал пить кровь своей жертвы. Что с ней? Как стан прозрачный тонок, худа, измучена, бледна. Возмездие. Такой явилась она в отчий дом через два года после свадьбы, когда муж привез ее из Варшавы, намереваясь защищать свою магистерскую диссертацию. В эти годы, проведенные без Аси, самые веселые из четырех сестер Бикетовых, все шло обычным порядком. Те же субботы в ректорском доме с толпой молодежи, никаких особых событий, если не считать того, что у нас поселилась потерявшая мать племянница отца Аня Енишерлова и сестра Катя, почувствовав утомление и прилив грусти, уехала за границу с семьей Воронина. С ней провела она несколько месяцев в Висбадене, а на виноградный сезон поехала уже одна в Швейцарию, где и поселилась в пансионе на берегу Женевского озера в городке Монтре. Только я отчаянно тосковала по сестре Асе. Мне не хватало ее близости, а кроме того я подозревала, что ей плохо живется, хотя она и не говорила об этом в своих письмах. Осенью восьмидесятого года она приехала с мужем к нам. Ее жалкий вид и несвойственный ей отпечаток покорности и запуганности до того поразили меня, что вместо того, чтобы радоваться ее приезду, я долго не могла прийти в себя и справиться с припадком нервной дрожи, которая меня охватила. Затем последовали уже не раз описанные мною события, рождение на свет Саши Блока во время одной из суббот, уже после отъезда в Варшаву его отца. Началась жестокая борьба с Александром Львовичем, который не допускал и мысли о разводе с женой. Когда его перестали пускать к жене при вторичном его приезде на рождественские каникулы, он врывался в дом, оттолкнув старого швейцара и, проникнув к жене, умолял ее на коленях к нему вернуться. Когда же принимали меры, чтобы окончательно прекратить его вторжение в дом, он простаивал целые часы под окнами жены во всякую погоду, чем не милосердно терзал Александру Андреевну. Она заболела от горя, плакала, томилась и должна была прекратить кормление ребенка, потому что у нее испортилось молоко, но материнское чувство все-таки превозмогло, да и страшная жизнь в Варшаве пугала ее своим призраком. Опять терпеть побои, жить в проголоте и подвергать тому же ребенка. Александр Львович был очень скуп и не только плохо кормил жену, но не признавал извозчиков и не хотел нанимать няню, несмотря на слабое здоровье жены. Конечно, он был жалок в своей безумной страсти, но, зная его характер, можно с уверенностью сказать, что Александр Львович сократил бы жизнь Александра Андреевны, а Саша погиб бы очень скоро, так как только усиленные заботы нашей семьи, в особенности матери, при участии талантливого доктора, укрепили его здоровье, внушавшие сначала большие опасения. Я много раз задавала себе вопрос, откуда взялся характер Александра Львовича. Его высокая интеллигентность, образованность и утонченность не вязались с его поведением. Бывают люди бешено вспыльчивые, которые не помнят себя в порыве гнева. Александр Львович не был таким. Он умел мгновенно сдержать себя, когда знал, что могут видеть, как он бьет жену. В этих случаях он проявлял даже низкие чувства. Александра Андреевна рассказала мне как-то, что незадолго до рождения сына, когда она жила с мужем в ректорском доме, он повел ее в Мариинский театр слушать «Русалку». Ей сильно не здоровилось, и она на силу досидела до конца оперы. Домой пришлось идти пешком, так как конок по пути не было, а извозчика взять Александр Львович поскупился. Они шли по пустынной набережной. Пока никого не было видно, Александр Львович начал бить жену, не помню уж по какому-то пустячному поводу, может быть, потому что она тихо шла и дорогой молчала и вообще не была оживлена. Но как только показывался прохожий, Александр Львович оставлял ее в покое, а когда тот исчезал из виду, побои возобновлялись. Еще характернее случай, бывший в ректорском доме. Сидя в нижнем этаже, мы услышали наверху, в той комнате, где жила Александра Андреевна с мужем крики, возню и удары. Было ясно, что происходит. Отец бросился наверх и, вбежав в комнату молодых блоков, сейчас же увидел, в чем дело и крикнул зятю «Вон отсюда!» Тот сейчас же ушел, причем уходя, сказал отцу «Я не знал, что вы дома». Помню, как я вошла к сестре после этой сцены. Она сидела в униженной позе и сказала мне жалобным голосом, опустив голову «Меня избили». Многие думали, что Александр Львович был человек ненормальный, но по словам жены и по моим наблюдениям это неверно. Впрочем, мне трудно судить об этом. Знаю только, что ему случалось бить и мать свою, как это говорили в его семье. Мать его была женщина добрая и смиренная, но глупая и пошлая, так что ее понятия и способы выражаться могли раздражать сына. Она выражалась, например, так. Да, он действительный, понимай, статский советник, да, он все-таки имеет. В одном из писем ее к Александру Львовичу по поводу Саши Блока, который как-то зашел к ней, когда ему было лет 20, она написала сыну «У меня был твой Саша такой молодец в новом пальто». Это все, что она нашла сказать о 20-летнем внуке, каким был в то время Александр Блок. Я, разумеется, не оправдываю поведение Александра Львовича с матерью, но это поведение можно все-таки объяснить. Что касается его обращения с горячо и страстно любимой женой, которая была умна, остроумна, весела, хозяйственна и нежна, и, кроме того, покорно мужу и не подавала никаких поводов к ревности, будучи очень привлекательна, то уж совсем непонятно. Она говорила мне, что он бил ее за то, что ей не нравились некоторые пьесы Шумана, или она не так спела какое-нибудь место в романсе, исполняемом под его аккомпанемент. Доставалось ей и за то, что она недостаточно хорошо переписала какое-нибудь место в его диссертации. Она переписывала ее, кажется, три или четыре раза. Когда она порвала с мужем, он писал ей сначала, почему ты ушла от меня? Я очень хороший муж. Спустя год или два после этого он, однако, писал ей нежные письма, в которых называл ее мученицей. Когда от него ушла и вторая жена, далеко не избалованная жизнью и самых строгих правил, уводя с собой четырехлетнюю девочку под тем же предлогом, что ее зовут к себе погостить братья, живущие в Петербурге, он отлично понял, в чем дело и сказав «ты не вернешься», даже не пробовал ее удерживать. А ведь он любил, очень любил и первую, и вторую жену, особенно первую, любил и детей. Он берег, как святыню, все портреты Александра Андреевны и некоторые ее вещи, а также кроватку дочки своей, Ангелины. Александра Андреевна была во всех отношениях в его вкусе, и он понимал ее гораздо лучше, чем ее второй муж. Он ненавидел только семью Бекетовых, да и то не всю, правда, больше после разрыва, справедливо считая, что наша семья способствовала этому разрыву. Ему, впавшему под влиянием второй жены, которая была с одной стороны английского происхождения, чуть не в ханжество, была противна религиозность Александра Андреевны. Он плевал на ее крест, бросал на пол ее Евангелие и, разумеется, злился, когда она молилась. Но какую нужно иметь утонченную жестокость, чтобы бить по лицу, как он это часто делал, нежную, любящую жену, еще молодую, почти ребенка. Между прочим, он бил ее обручальным кольцом. Это кольцо вообще мне памятно. Когда он приходил к жене через несколько лет после разрыва, даже успокоенный, так что не боялись его пускать, он давал о себе знать, стуча в запертую дверь этим кольцом. Этот особый звук был для него характерен. Когда я узнала, как обращается Александр Львович с женой, его вид стал внушать мне ужас. Да, в этом человеке было что-то страшное, поистине дьявольское. Недаром сын его, примирившийся с отцом после его смерти, написал к матери через полтора месяца после его похорон. Отцовский мрак находится еще на земле и вокруг меня увивается. Этого человека надо замаливать. 18 января, по старому стилю, 1910 года. Но через несколько дней после смерти отца он написал ей следующее. 4 декабря, по старому стилю, 1909 года. Мама, сегодня были похороны. Из всего, что я здесь вижу, и через посредство десятков людей, с которыми непрестанно разговариваю, для меня выясняется внутреннее обличие отца, во многом совсем по-новому. Все свидетельствует о благородстве и высоте его духа, о каком-то необыкновенном одиночестве и исключительной крупности натуры. Приведенные мною факты, конечно, не вяжутся с благородством натуры, но я допускаю, что они были исключением из общего характера облика отца Александра Блока. А может быть, сын понимал это слово в смысле более отвлеченным, в остальном его определение верно. Александр Львович был человек очень недюжинный и совершенно оригинальный. Напомню еще об одном суждении сына об Александре Львовиче, которое можно найти в его автобиографии. Свои непрестанно развивавшиеся идеи он не сумел вместить в те сжатые формы, которых искал. В этом искании сжатых форм было что-то судорожное и страшное, как во всем душевном и физическом облике его. Слова чрезвычайно меткие. Быть может, в этой судорожности и крылась известная ненормальность. После ухода второй жены Александр Львович сильно изменился. Уже то, что он не удерживал ее, когда она уезжала, и понял, что она к нему не вернется, показывает, что он утратил свою самоуверенность и осознал, что он виноват перед обеими своими женами. В возмездии мы находим точное и высокоталантливое описание последних лет его жизни. Он прожил в одиночестве около двадцати лет. Отец Блока был весь создан из противоречий, и вместе с тем был он человек необыкновенный, тогда как все его родные, родители, братья, сестра были люди обыкновенные. Он отличался от них и более сильным умом, и складом своим, и талантами. Лучшие стороны его натуры выражались именно в музыке. Я могу засвидетельствовать, что он играл как никто, может быть, гениально. Нет никакого сомнения в том, что только случайно сделался он профессором государственного права. Он был хороший, хотя и немногими любимый и тогда уже страстно профессор. Но это было очевидно не его дело. То была не его стихия. Вероятно, отец-правовед натолкнул его на эту специальность. Его исключительные вкусы к музыке и к литературе не были приняты в расчет. Ему бы следовало отдаться музыке. Кто знает, если бы он изучил теорию музыки и попал бы в круг музыкантов, из него мог бы выйти композитор или хоть выдающийся, совсем особого склада пианист и музыкальный критик. Выдающимся и оригинальным человеком семьи Александра Львовича был дед его по матери, Черкасов, о страшном деспотизме и тяжелом нраве которого сохранились какие-то легенды. Вероятно, от него и заимствовал Александр Львович свои темные стороны, так как на своего отца он походил только скупостью, которая в том была в слабой степени, а у него превратилась в страсть. И тут, как во многом, он был непоследователен, женился два раза на беспреданницах и, копя деньги, не прятал их в сундуки и подвалы и не думал о том, что они потекут в атласные дырявые карманы. И потекут сокровища мои в атласные дырявые карманы. Пушкин, скупой рыцарь. А также, моря жену голодом и заставляя вечно ходить пешком, часто водил ее в театр и даже не в плохие места и неизменно посещал вместе с ней концерты Антона Рубинштейна. Но всего удивительнее то, что Александр Львович так несомненно и глубоко любил и Александру Андреевну и сына. Его письма к жене о маленьком Саше прямо нежны. Правда, письма к сыну-студенту носят другой характер. По большей части они ироничны, а подчас и оскорбительны, как письмо его в ответ на присланные сыном стихи о прекрасной даме, в котором нет ничего, кроме глумления и издевательства. Примечание Письмо ноября 1904 года Литературное наследство том 92 книга 1 страница 271 272 Но тут уже сказалась обида непризнанного и обозленного отца, которого сын даже не пригласил на свадьбу. Он, то есть сын, имел на это свои основания, но Александр Львович, конечно, не мог этого понять, не подозревая того, как оскорблял он своим цинизмом его исключительную чистоту. Если мы беспристрастно оценим крупную и своеобразную фигуру Александра Львовича, то мы должны будем признать, что Александр Блок не был бы тем, чем он стал, если бы он не был сыном не только матери своей Бикетовой, но и отца. В уме его много родственного с отцом кое-что и в натуре. Глубоко трагическое и отвлеченное начало взял он от отца. Чувства Александра Львовича были глубоки, отношение к жизни серьезное и незаурядное, и весь он был изряду вон и в буржуазные обывательские рамки не укладывался. Таков же был и сын его, только сильно смягченный кровным родством и влиянием семьи своей матери. Что касается отношения поэта к отцу, то оно показано в следующих строках возмездия. Отец от первых лет сознания в душе ребенка оставлял тяжелые воспоминания. Отца он никогда не знал. Они встречались лишь случайно, живя в различных городах, столь чуждые во всех путях, быть может, кроме самых тайных. Когда Александр Львович успокоился и принял тот факт, что жена его оставила, Александра Андреевна разрешила ему, приезжая в Петербург, видеться с сыном. Но отец не сумел привязать к себе мальчика, хотя он ему очень нравился. Он был слишком отвлеченный человек и совсем не знал, как нужно обращаться с детьми. Он не умел ни приласкать Сашу, ни позабавить, ни говорить с ним на его детском языке, применяясь к его понятиям, ни подарить ему какую-нибудь игрушку или лакомство. Ребенок, очевидно, чувствовал в нем что-то страшное и глубоко чужое. Дети вообще очень чутки, а маленький блок был особенно чуток. В этом чужом человеке, который иногда откуда-то являлся и как будто чего-то ждал от него, не было ничего милого и ничего того, к чему ребенок привык от всех, кто его окружал. Об отношениях отца и сына в дальнейшем я скажу ниже. Глава семнадцатая. Друзья дома младшего поколения. Из молодых друзей нашего дома наиболее выделялись двое. Евгений Осипович Романовский и Иван Михайлович Прянишников. Оба не раз посещали Шахматово. Романовский познакомился с моим отцом и старшей сестрой Екатерины Андреевны в шестидесятых годах, уже после описанной мной истории с Саботером во время пребывания в Швейцарии. Романовскому было тогда года 23, он, кажется, еще не кончил курса, а был на естественном факультете Петербургского университета. Он понравился отцу, и тот пригласил его бывать у нас своим человеком. В год этого знакомства у нас устраивались небольшие сборища по субботам. На этих скромных субботах в профессорской квартире бывали подруги сестер Вашнеградские и Вера Лемон, и несколько молодых людей, в числе которых был талантливый химик Львов и Александр Васильевич Григорьев. Последние не бывали в шахматове и не были близки в доме, поэтому я упомяну о них только вскользь. На этих вечерах занимались веселыми разговорами, бывшими тогда в ходу играми в мнение и вопросы и ответы и писали буриме рифмованные концы, то есть сочиняли стихи на четыре конечные рифмы четырех строк. Все это под предводительством нашей веселой и изобретательной матери, которая давала всему тон, никого не стесняя и лучше всех придумывая забавные стихи на ею уже заданные мудреные рифмы. Романовский, о котором я и собираюсь писать, был блондин небольшого роста, голова у него была довольно красивая, правильные черты, большие серые глаза под густейшими бровями, гладкая прическа с боковым пробором и густые усы с небольшой бородой. Его портила тяжеловесная короткая фигура при чрезмерно большой голове, но все это, вероятно, сошло бы не будь в его манере чего-то, что исключало всякую возможность смотреть на него как на интересного мужчину. Он был веселый и живой юноша, умевший смешить барышень, но совсем не умел ухаживать. С самого начала знакомства с нами он обратил внимание на сестру Александру Андреевну, то есть Асю, которой было в то время неполных 16 лет. Она уже расцветала и была очень миловидна, кокетлива и свежа. Внимание Романовского выражалось исключительно в том, что он ее поддразнивал и дарил ей шоколад. Она была в то время гимназисткой казенной гимназии, носила уже прическу и крахмальные воротнички и манжеты, согласно тогдашней моды. Подойдет к ней бывало Евгений Осипович и скажет «Александра Андреевна, у вас на манжетке чернильное пятно». Разумеется, это ее сердило, действуя ей на самолюбие. Подобными замечаниями и вовлечением ее в спор ее поклонник доводил Асю до белого коленя, ей и в голову не приходило, что она ему нравится. И только проницательная сестра Катя вскоре угадала, в чем дело и сообщила нам о своем открытии. Это нисколько не расположило Асю в пользу Романовского. Помнится, она увлекалась в то время знаменитым капулем с его прической и прочими обольстительными атрибутами. И, разумеется, и смотреть не хотел на своего обожателя, тем более, что он и не думал ей говорить о своих чувствах. Романовский был по отцу донской казак, а по матери принадлежал к многочисленному семейству Бенуа, давшему нашему городу так много артистов, художников и архитекторов. Отец его рано умер. Сын унаследовал от него тип лица, то есть голова его, особенно в бобровой шапке, очень напоминала казака. Мать Евгения Осиповича была добрая хозяйка, очень буржуазного типа, а вот эти-то хозяйственность и буржуазность, заимствованные от матери, и, вероятно, и мешали нам, воспитанным в романтизме, воспринимать Евгения Осипович как интересного мужчину. Ничего действующего на воображение в нем не было, а это-то нам и было нужно. Надо сказать, что в Романовском были и другие черты, но какое-то душевное целомудрие заставляло его скрывать поэтическую сторону своей натуры, которая обнаруживалась в нем позднее, притом никак не в речах, а в чувствах и в некоторых поступках. Собственно говоря, и он был романтик, но скрытый, притом не на русский лад. Он был скорее диккенсовский тип, а уж никак не тургеневский, отнюдь не в духе Достоевского. В те годы мы все увлекались итальянской оперой. Евгений Осипович, недурно игравший на скрипке, вообще любил музыку. Он часто посещал итальянскую оперу и сверхов райка неистово вызывал любимых певцов и певиц. Он был в то время дружен со своим кузеном Альбертом Бенуа. Примечание. Альберт Николаевич Бенуа, 1852-1936, художник-акварелист. Часто можно было слышать от Романовского, что они с Бертушей сделали овацию певице Кари и тенору Николини. Примечание. Эрнест Николини, 1833-1898, солист итальянской оперы. Кари была прекрасная меццо-сопрано, выступавшая вместе с тенором Николини в роли Амнерис в Аиде, впервые дававшейся тогда в Петербурге. Кроме Бертуши, беспрестанно было у Романовского на языке имя Блока. Не Александра Львовича, а его брата Петра, которые, как и Романовский, недурно играл на скрипке. Их, кажется, это и сблизило. Не знаю, где они познакомились, но мы постоянно слышали от Евгения Осиповича фразу «Мы с Блоком то-то и то-то». Тогда мы на это не обращали внимания, так как Александр Львович еще не появлялся на нашем горизонте. Другие молодые люди, бывавшие тогда у нас, не были конкурентами Романовского на внимание Аси. Григорьев и Прянишников, как оказалось, впоследствии были оба поклонниками сестры Софьи Андреевны, а Львов, Ася как-то сказал про нее «Хороша Маша, но не наша». Она же была еще очень молода, и никому и в голову не приходило, что в недалеком будущем она выйдет замуж и оставит родительский дом. Не подозревал бедный наш Евгений Осипович, какая опасность надвигается на него со стороны семьи Блоков, тем более, что Ася была еще совершенная дитя, хотя и тогда уже мечтала о детях и говорила в полном неведении тайной жизни, что у нее будет много детей. Один будет Дмитрий Николаевич, другой Иван Александрович и так далее. Кажется, все мы в то время ничего не понимали и никто нас не просвещал. В первый же год знакомства с нами Романовского, после того, как исполнилось Асе 16 лет, она познакомилась на танцевальном вечере у одной из подруг по гимназии, Сашеньки Азерецкой, с Александром Львовичем Блоком и сразу пленила этого интересного человека с демоническим обликом и складом. В следующий сезон мы уже переехали в ректорский дом и хорошо познакомились с семьей Азерецких, которая тогда уже ввела в наш дом Александра Львовича Блока, причем он стал настойчиво ухаживать за Асей. Что касается Романовского, брак Аси застал его совершенно врасплох. Я была так огорчена тем, что расстаюсь с любимой сестрой и так рассеяна на ее многолюдной свадьбе, что даже не помню, был ли на ней Романовский. Знаю от Львова, что после венчания Аси Евгений Осипович горько плакал у него на квартире. Дальнейшие события, приезд Аси в родную семью, рождение сына и разрыв с мужем не изменили отношение Романовского к нашей семье. Он остался навек нашим верным другом, к сестре моей, Александре Андреевне. Он относился не только дружески, но с каким-то особым уважением и очень любил Сашу Блока, как в детстве, так и тогда, когда он сделался Александром Блоком. Прошли года. Отец наш вышел в отставку из ректоров, и мы стали жить на частных квартирах. Саше Блоку было года четыре, когда мы поселились на большой и прекрасной квартире на Ивановской в том доме, где жила перед тем Савина. Примечание. Мария Гавриловна Савина 1854-1915 знаменитая актриса Александринского театра. В это время приехала к нам на житье из Пензы одна из племянниц отца, дочь земского деятеля Алексея Николаевича Бекетова. Неистово, скучая в захолустной Пензе и чопорной обстановке своей семьи, она выразила желание поступить на Бестужевские курсы. Отец ее охотно исполнил это похвальное желание, конечно, не подозревая, что курсы есть только предлог для того, чтобы вырваться из постылой Пензы и увидеть настоящую жизнь. Дядя Алексей Николаевич был очень рад случаю закончить образование своей дочери и дать ей возможность пожить в семье любимого брата. Мать наша была не в его вкусе, но не настолько, чтобы он боялся ее влияния. Кузине Кате недавно минуло 18 лет. Она была хорошенькая, умная и бойкая девушка, но, будучи воспитанной чрезвычайно достойной, но малоразвитой педантичной матерью, любимым чтением, которые были немецкие романы из немецкого журнала, с наивным и нелитературным содержанием, она имела смутное понятие о литературе. Классики, русские иностранные, мирно почивали на полках шкафов в их доме, и барышни Бекетовой, которых было три, не имели понятия ни о Достоевском, ни о русских поэтах, за исключением слегка знакомого Пушкина, Лермонтова, ни о Шекспире и прочих. Попав в нашу литературную атмосферу и послушав наши разговоры, пестревшие цитатами из классиков, она живо смекнула, что ее развитие ниже нашего, и первое время разговаривала только с нами, а в обществе обыкновенно молчала, так что один из наших знакомых, человек просвещенный, интересный, спрашивал нас, почему ваша хорошенькая кузина молчит. Но довольно скоро эта игривая и кокетливая девушка увидела, что недостаток литературного развития не так уж много значит, она поступила на курсы, стала много читать и быстро развернулась. Тут-то влюбился в нее Романовский и потерпел вторичное фиаско. Кузина Катя очень охотно с ним кокетничала, но он ей нисколько не нравился. Однако она не подозревала о серьезности его чувства, и его ухаживание принимала за обыкновенный флирт, но Романовский имел самые серьезные намерения. Поверенный своих чувств и мечтаний он избрал Александру Андреевну. Он показывал ей стихи Фета, которые находил подходящими предмету своей любви. Это было прекрасное стихотворение «Ты вся в огнях твоих зорниц, я весь сияниями украшен, но из-под ласковых ресниц огонь небесный мне не страшен». Александра Андреевна не подавала ему никаких надежд, так как была близка с Катей и знала каково ее отношение к нему, но тем не менее в один прекрасный день Романовский попросил ее сделать от его имени формальное предложение Екатерине Алексеевне Бекетовой. Александре Андреевне не очень-то хотелось быть посредницей в этом деле, но ей пришлось согласиться. Романовскому было отказано, но кузина Катя была так взволнована и огорчена тем, что ей приходится заставлять страдать такого хорошего человека, что не знала что делать и из чувства жалости чуть не отдала свою руку человеку, которого нисколько не любила и не выбрала себе в мужья. Итак, бедный Евгений Осипович потерпел новый афронт в нашем семействе. Он перенес его с гордостью, так как вышел уже из юношеского возраста, но с тех пор уже не делал новых попыток жениться и довольно быстро приобрел все ухватки старого холостяка, хотя ему далеко еще не было сорока лет. Этому много способствовало то, что ему нечего было делать. Живя вдвоем с матерью, которая получила порядочную пенсию после мужа и имея некоторое состояние и дом на фонтанке, он мог жить в совершенной праздности, так как служить ему не хотелось, а к науке у него не было серьезной склонности. Одно время он увлекся личностью моего деда Карелина, перечитал все, что осталось от его записок и остатка переписки, принимал участие в некоторых отделах книги ботаника Липского, который написал наиболее подробную биографию Карелина, разбирал его минералогические коллекции и так далее. Но это были занятия временные, случайные, обычно же Романовский посещал многочисленных родных и знакомых преимущественно в дни их семейных праздников, устраивал вместе с матерью воскресные завтраки с гостями, готовил какие-то непонятные составы для окрашивания, не помню даже чего, или делал одеколоны, духи, которые дарил моей матери, словом, убивал время и разменивался на мелочи. Когда сестра моя Александра Андреевна вторично вышла замуж за Кублицкого, Евгений Осипович с ним подружился, то есть между ними не было близости, но они охотно проводили время вдвоем после какого-то праздничного обеда в гренадерских казармах. Не знаю права, о чем они говорили, Франц Феликсович был человек неразговорчивый и вне службы не имел интересов, но имел такое же пристрастие к мелочам, как и Романовский. Они по целым часам рассматривали вместе какие-то никому не нужные предметы, вроде винтиков, скобок и тому подобного, которые любил собирать Франц Феликсович и держал в своем письменном столе с необыкновенной аккуратностью, разложив по коробочкам. Романовский любил делать маленькие подарки, небольшие вазы для цветов, резной деревянный ящичек для пассиансных карт и так далее. Все это было очень мило, но носило часто буржуазный характер. В дни семейных праздников он приносил обыкновенно очень вкусные торты и конфеты. Его отношение к нашей семье было трогательно по своей неизменной преданности. Между прочим, он был одним из очень немногих посещавших нас в шахматове в то лето, когда нашего отца разбил паралич. Он очень любил нашу мать. Последний год ее жизни, когда она была еще очень бодра и полна жизни, несмотря на злую и мучительную болезнь, он часто приходил в неуказанно позднее время, это к часов в одиннадцать вечера, и вел с ней бесконечные, по правде сказать, прискушные разговоры, которые она слушала с бесконечным терпением и с нисходительностью. С ней же он вел оживленную переписку, как в городе, так и во время наших летних отлучек в Шахматово. Письма эти были написаны на редкость красивым и четким почерком, чуть не с обозначением часов и минут их написания, полны подробностей о внешней стороне жизни писавшего и преисполнены наилучших чувств, выраженных в форме, напоминающие что-то старинное и чуждое русскому духу. Домашняя обстановка Романовских, у которых бывала и я, была очень характерна. В низких комнатах, пронизанных солнцем, с гладко навощенными полами, стояла старая мебель. Все это было необычайно чисто и носило отпечаток буржуазности. Мать Романовского, Екатерина Августиновна, была милая старушка, очень неглупая, с трезвым и практическим умом, радушная хозяйка и спокойная мать, которая говорила про сына. Женя, очень хороший господин. Евгений Осипович называл мать маменькой, был с ней на вы, неизменно почтителен, но несколько ироничен. Украшением квартиры были розовые камелии, за которыми с любовью и искусством ухаживала Екатерина Августиновна, доводя их до пышного цветения, что требует в нашем климате и комнате особого умения. По комнатам всегда ходило несколько кошек, число которых одно время дошло до семи. Одни были любимцами матери, другие сына, причем для каждой кошки требовалась особая пища, кому варили кашу, кому варили рыбу и так далее. За воскресными завтраками всегда подавались великолепно выпеченные вкусные пироги с неизменной начинкой из рыбного фарша. Во время завтрака приходилось отведать один или два сорта наливок или ликеров, изделия самого хозяина. Родственники и знакомые романовских, которых приходилось встречать, ничего не прибавит к общему впечатлению скучноватой порядочности и буржуазности. В этой-то атмосфере и развелись пышным цветом те мелочные и чудачливые черты, которые появились у Евгения Осиповича к сорока годам. Но жизни эта, очевидно, ему не нравилась. С годами появилась у него какая-то грустная милая улыбка, с которой он смотрел на молодежь. Он с трогательной симпатией с нисходительностью относился ко всем молодым безумствам и выходкам, любуясь на них с видом человека, который давно уже ничего не ждет от жизни. Кто знает, что вышло бы из него при других условиях и обстоятельствах. Несмотря на всю пустоту его жизни, он был далеко не лишен содержания, а его нравственный облик носил печать редкого благородства и глубины. Конец его жизни был очень печален и даже трагичен. Оставшись один после смерти матери, он жил анахаретом, перебравшись в только отделанный собственный дом и там был найден убитым среди еще не вполне разобранных ящиков, книг и вещей. Иван Михайлович Прянишников был человек совершенно другого склада, чем Романовский, хотя в судьбе их было много общего. Он познакомился с нами, когда мне было около пяти лет. Как произошло это знакомство, я не знаю, но хорошо помню, как в один из разов, когда я ходила с отцом смотреть разводимый им на университетском дворе ботанический сад, и мы уже шли домой по университетской галерее, чьи-то руки внезапно подхватили меня сзади и подняли на воздух. Несколько испуганная, я очутилась на плечах незнакомого мне человека и, обернувшись, увидела смеющееся лицо с белыми зубами и белокурые усы и бородку, и над ними небольшой нос с горбинкой и веселые глаза. Это и был Иван Михайлович Прянишников, который стал часто у нас бывать. Все любили его за веселость, остроумие и милый характер. Я редко видела на своем веку более веселого человека, умевшего рассмешить и детей, и взрослых. Нам с Асей, когда мы были девочками, он пел какие-то смешные бухвесть, где им подобранные русские песни. В одной из них говорилось про зятьев, которые везли теще подарки. Я помню только первый куплет. Первый зять едет, первый зять едет, везет дудок, возсапелок, возсверелок, пусть их дуют, пока живы будут рамушки, рамушки, веселые мои. В таком же роде были и другие песни, которых я не помню. Иван Михайлович был чистейший русский, родом из Пензенской губернии, кажется, отдаленного купеческого происхождения. Он был родной брат небезызвестного художника-передвижника Илариона Михайловича Прянишникова, который очень похоже изобразил брата на одной из своих небольших картинок с несложным сюжетом. Едет в дровнях по снежной дороге в лес человек в тулупе, в фуражке и в красном шарфе на шее. Иван Михайлович подружился со всей нашей семьей. Мы тогда часто сиживали все вместе в описанной мною гостиной профессорской квартиры. Тут-то бывало Иван Михайлович изощрялся в шутках и остротах, сочинял всякий вздор и смешил всю компанию, рисовал какие-то необычайные ребусы вроде следующего «Беги Тарас от глаз Елизаветы». Причем изображал их так «Б» — гитара, рисунок, «Сот» — рисунок, «Глаз» — рисунок, «Ели» — рисунок, «Заветы» — Библия. Были и другие в том же роде. Помню еще в его очень хорошем исполнении отрывки из куплетов известного тогда куплетиста Шумахера о некоем обывателе, который решил лично съездить за границу как патриот и дворянин. В Европе ему ничего не нравится и всякий куплет заключается одним и тем же двустишием. И черт занес меня в Европу, в России, лучше не в пример. Но вот мы стали подрастать. Интересы детские сменились девическими, Иван Михайлович ко всем нам относился по-особому, сообразно нашим характером, Асю он любил поддразнивать, чего с остальными не делал. Когда начались ее бесконечные увлечения, он дразнил ее по этой линии, причем всегда задевал ее романтическую струнку. Когда мы с ней перешли в казенную гимназию, и Ася была в одном из последних классов, она пленилась учителем русской словесности Елпатьевским. Это был высокий, белокурый, несколько прощеватый юноша с розовыми щеками, довольно-таки бездарный и педантичный. Увлечение Аси было, конечно, общеизвестно. Как-то раз она сообщила, что Елпатьевский болен и не пришел на урок. «Что вы, Асенька», сказал ей Иван Михайлович, «совсем не болен, сам я видел, как пьяный в канаве валяется». Как бы в подтверждение этого факта Иван Михайлович тут же сочинил акростих на имя Ася. «Алпатовский водку пьет, Сашу тешить не идет, я ж его каналью». Теперь уже Иван Михайлович не пел смешные песни, а потешал нас какими-то стихотворениями неизвестных авторов вроде следующего «Не нужно мне ни графов, ни полковников, когда не ты, божественный грибовников, супругом будешь дорогим». Дальше я, к сожалению, не помню. Но не всегда наш веселый друг развлекал нас шуточными стихами. Он хорошо знал русских поэтов и прекрасно говорил стихи Полонского, Майкова и других. Помню, как говорил он стихи Полонского. Соловей запел в затишье сад, огоньки погасли за прудом. Сядь сюда, ты, может быть, не рада, что с тобой остался я вдвоем. Не печалься ни о том, что было, ни о том, как мог бы я любить, ни о том, как это сердце ныло. Я с тобой не буду говорить. И так далее. В репертуаре Ивана Михайловича были, между прочим, стихи о Пухтина, гадания, которые начинались словами. «Ну, старая гадай, тоска мне сердце гложет, веселой болтовней меня развесели, пускай и твой разговор забыть тоску поможет, и скучный день пройдет, как многие прошли». Помню, как в шахматове в сумеречный час Иван Михайлович сидел на ступеньках балкона и говорил эти стихи в присутствии моей двоюродной сестры Александра Михайловны Марканет. Читал он очень просто, без всяких эффектов, но проникновенно и искренно. Дальше у Пухтина идут следующие строки. «На сердце дама червонная с гордой душой такой, словно к тебе благосклонная, будто играет тобой. Хочешь сказать ей про многое, сведешься, все позабудешь» и так далее. Конец стихов, но только старое мне в сердце не гляди и не рассказывай о даме очервонной. Иван Михайлович произносил с такой силой и болью, что невольно приходило в голову, что стихи эти очень подходят к нему самому и выражают его личные чувства. Большинство тех стихов, что он любил говорить, было на тему о неудачной любви. Таков кузнечик, музыкант Полонского, влюбленный в бабочку, и некрасовская, застенчивость. Ах ты, страсть роковая, бесплодная, отвяжись, не тумань головы, засмеет нас красавица модная, вкруг нее увиваются львы. И недаром выбирал эти темы Иван Михайлович. Как-то раз беспардонная наша Ася, показывая Иван Михайловичу в моем присутствии карточки сестры Софьи Андреевны, в которой он что-то очень внимательно рассматривал, вдруг заподозрила, что это неспроста, и как бесенок захлопала в ладоши и запрыгала перед Иваном Михайловичем, приговаривая, Иван Михайлович влюблен в Софу, Иван Михайлович влюблен в Софу. Оказалось, что она попала в самую точку. Иван Михайлович в смущении хватал ее за руки и повторял, Асенька, Асенька, что вы, неправда, да перестаньте. Она перестала и никогда уже больше с ним не говорила, чувствуя, что тут дело не шуточное и этого места трогать не надо. Иван Михайлович был некрасив и не похож на светского и модного кавалера. Одевался он только что прилично, живя довольно скудно на свое учительское жалование. Кончив курс на естественном факультете, он не был оставлен при университете и удовольствовался скромной долей учителя. Педагогического таланта у него не было и не любил он своего дела, исполняя его только ради куска хлеба. Бывало, сидит он с нами, так весело разговаривает, а потом взглянет на часы и скажет, иду на уроки и скрипя сердце, но с бодрым видом отправляется пешком в какое-нибудь учебное заведение. Итак, Иван Михайлович был не то, что называется, интересный кавалер. Сам он так описывал свою наружность. У меня нос римско-католический, глаза цветные, это небо сквозь бутылочное стекло смотрит из-под подворотни. Он был довольно высок, худощав, лицо у него было живое, на редкость приятное, любили его положительно все, и многие барышни говорили ему это в глаза, но он только отшучивался и сказал как-то раз, да, все-то вместе мне в любви объясняются, а вот наедине-то никто. Он, очевидно, не имел никаких надежд на успех и даже не пробовал ухаживать ни за кем из барышень. В шутку он говорил комплименты Асе, называл ее Асенька, прелестная девица. Так как в семье ее называли в то время кот или кошка, он часто обращался к ней с таким титулом ваше кошатийство или кошатью вроде польского добродию. Всего меньше он говорил с той, которую любил. Поведение его с ней вообще напоминало, как-то не странно, французского дворянина Сиранода Бержерака из комедии Растана. Будучи влюблен в свою кузину Роксану, модницу и красавицу, что называлось те времена пресес, то есть утонченную светскую женщину и, сознавая свою некрасивость, Сиранод никогда не говорил ей о своих чувствах и был неизменно весел, забавен и прочее. Иван Михайлович, конечно, очень страдал от несчастной и вполне безнадежной любви, но никогда этого не показывал. Он носил маску вечной веселости и беззаботности. На его глазах сестра моя Софья Андреевна увлеклась батюшковым. В разгар ухаживания Федора Дмитриевича на спектакле в ректорском доме Иван Михайлович мастерски с настоящим комизмом сыграл небольшую роль лакея в одной из пьес, а после спектакля во время танцев в лес на подмостке встал перед суфлерской будкой и с помощью какой-то палочки изобразил капельмейстера, причем ради вязчего комизма подвязал себе щеку черным платком. Судя по тому, как он играл на сцене и читал стихи, думая, что он мог бы быть неплохим актером, но ему это и в голову не приходило. Во время этого вечера со спектаклем у него, вероятно, сильно скребли на сердце кошки, но он и виду не показал. Через несколько лет сестра Софья Андреевна вышла замуж. Словом, все случилось почти так, как в гадании о Пухтина, с той только разницей, что еще до замужества сестры моей, Софьи Андреевны, Иван Михайлович уехал в Москву. Там он как-то случайно женился, вернее, его женили на девушке, которая его полюбила и довольно скоро умер в чахотке, которая началась у него еще в Петербурге, когда мы с ним часто виделись. Он всегда был слабого здоровья, но не имел средств на лечение и погиб в возрасте сорока с небольшим лет. Был он человек очень яркий, оригинальный и, несомненно, даровитый, но как-то не сумел найти свое место в жизни. Таких было много на русской почве, особенно в те времена. Глава восемнадцатая. Блок и Шахматова. До семилетнего возраста маленький Блок проводил всякое лето в Шахматове. Даже в тот год, когда его возили за границу, в Триесты и Флоренцию, в сопровождении матери, бабушки, няни, Сони и меня, почти все лето было проведено в Шахматове. И только в августе мы уехали в Триест через Москву и Варшаву. Итак, первые семь лет своей жизни, когда складывается наиболее прочный фундамент телесного и духовного человека, маленький Блок проводил три или четыре месяца года в условиях шахматовской природы и быта, и, разумеется, эти годы и положили основание той любви к природе и к русской деревне, которая так характерна для его поэзии. Самое поверхностное листание стихов Блока покажет читателю, какое большое количество их посвящено деревенской природе, которую он видел именно в Шахматове, так как даже не знал остальной России и только раз в жизни был на Нижегородской ярмарке. Если мы проследим влияние Шахматова на творчество Блока с самого раннего детства, то мы увидим, что первые стихи его сочинены, несомненно, под впечатлением Шахматова. «Зая, милый, зая серый, я тебя люблю, для тебя-то в огороде я капустку и коплю». Лет около девяти, когда начались первые неуклюжие попытки писать в антологическом роде, было сочинено стихотворение «Конец весны». Смотри мою книгу Александр Блок и его мать. Здесь влияние Шахматова несомненно. Так и видишь лук за шахматовским садом, вблизи которого начинается пруд. С 1894 года Блок начал издавать журнал «Вестник». В этом рукописном журнале все наиболее удачные произведения Блока в стихах и в прозе навеяны Шахматовым. Таковы стихотворения весной, осенний вечер и шуточные стихи, посвященные собаке Дианке, которые изображают уголок шахматовского сада под окном комнаты Блока, в которой он жил гимназистом и студентом. Стихотворение «Воспоминания о первых днях шахматовской весны 1896 года» не попало в «Вестник». Оно представляет собой уже настоящую элегию с тем мрачным настроением, которое налетает порою в эти ранние годы в предчувствии юношеских порывов и бурь. Минуя неудачные стихи Вестника, представляющие собой лишь плохое подражание хорошим образцам, перехожу к прозе. Заслуживает внимание детская сказка летом, написанная под влиянием окружающей природы. Отрывок из летних воспоминаний есть прямой отголосок шахматовских впечатлений. Итак, все лучшее, написанное блоком в детском и отроческом возрасте, носит явный след влияния шахматово. Блок очень любил это место. Перед отъездом к деревню из города после гимназических экзаменов он приходил в радужное и особенно шлавливое настроение. Да ведь и то сказать, сколько радости давало ему пребывание в шахматове. Воля, поля, леса, походы за грибами, верховая езда, катание в тележке, наконец, собаки, из которых самая любимая была Дианка. Один из ее щенков, черно-бурый арабка, родившийся осенью, когда все еще были в сборе, составлял предмет бесконечных радостей и забав блока его двоюродных братьев. Впоследствии из него вышел огромный мохнатый пес. В шахматове происходили бесконечные игры с братьями Кублицкими, игры и мирные, и воинственные, хотя и без драк, начиная с игры в поезда и кончая подражаниями эпизодом из романа Майнрида, Купера и другим в том же роде. Пробегая из сада во флигель, где жили братья, мимо окна, где бабушка Бикетова сидела за переводом или за шитьем, Блок останавливался на миг и спрашивал, бабушка, можешь ты шить американский флаг? Конечно могу, отвечала бабушка и вынув из синего сундука, стоявшего в передней за дверью ее комнаты синий, белый и кумачный кусок материи, в какие-нибудь полчаса сооружала по всем правилам искусства американский семизвездный флаг, который и подавала в окно своему внуку, окончательно убегавшему обратно с этой принадлежностью какой-то новой игры. Само собой разумеется, что Саша Блок был зачинщиком и изобретателем всех игр и шалостей младших братьев. Тут же между играми вероятно в дождливую погоду писались стихи и прозы для вестника и сооружались летние номера журнала. До какой степени Блок любил Шахматова, видно, между прочим, из его анкеты, заполненной в июле 1897 года в Наугейме. Это был лист так называемых признаний с печатными вопросами. Против вопроса «Где бы вы хотели жить?» Блок написал «В шахматове». В отроческие годы Блок был привеселый мальчик. Веселился он и зимой, несмотря на гимназические уроки, которые его порою удручали, хотя прилежание его было довольно сомнительное. В конце года он обыкновенно совсем разленивался, особенно в последних классах, но все же неизменно получал хорошие баллы из классических языков, так как был страстный классик. Особенно любил он латинский язык. Его ранние переводы из «Энеиды» и «Одиссеи» настолько хороши, что один очень компетентный переводчик, которому я их показала несколько лет тому назад, нашел, что блоковские гигзаметры лучше брюсовских, а это что-нибудь дозначит, особенно в 15-16 лет. Греческий язык блок полюбил не сразу, сначала он даже возненавидел его, как видно из письма его матери в шахмата, в отрывок из которого я намерена привести. Письмо написано из Петербурга, 16 мая 1895 года, блоку было значит 14,5 лет. Мать сообщает сначала, что Сашура перешел в 6 класс без экзамена, так как у него хорошие баллы по всем главным предметам, и через три дня можно ехать в Шахматово. «Можете себе представить, пишет Александра Андреевна, как радуется и гордится Блек тому, что его перевели без экзамена». Сноска в то время Блок из шалости произносил свою фамилию таким образом. Известие о том, что Забияка пропал, несколько омрачило Сашуру, но в то же мгновение он узнал, что есть Диана, и обрадовался вдвое. Забияка, собака. «Скажи цветку прости, жалею, и налилею нам укажи», цитирует он раннего Пушкина и продолжает. Тот час он объявил, что он ее Диану будет звать Артемиткой, но тут вспомнил, что ненавидит греческий и прокричал, что ничто в мире не заставит его изменить латыни ради греков. Крик, отчаянный гвалт, перекувыркивание и бессвязное лепетание вот главные занятия этого мальчика в настоящее время. Таковым он, очевидно, и к вам явится, и вместе с тем похудел, побледнел и весь покрылся веснушками. Прибавлю от себя, что и в этот, и другие разы, когда Александра Андреевна жаловалась, что Сашура имеет весной плохой вид, он всегда поправлялся на шахматовском воздухе, молоке и нашем обильном и очень вкусном столе. Влияние на Блока бикетовской семьи было очень сильно. Разлученный силой обстоятельств с отцом, Блок с ним редко виделся и почти не знал этого странного человека, исполненного противоречия, весь облик которого носил столь ярко выраженные черты демонизма. Конечно, отец не мог влиять на сына иначе, как кровно. Возмездие, строки, касающиеся их отношений, рисуют их с полной точностью. Итак, Блок рос без отца в семье Бикетовых, где был только один мужчина, дед, и потому верно сказано в Возмездии, глава вторая, он был заботой женщин нежной, от грубой жизни огражден. Мать, дедушка, бабушка, тетки, вся бикетовская семья с ее литературностью, идеализмом, наивным отношением к жизни, замкнутостью, тогда еще крепкого семейного начала, с налетом романтизма, все это влияло на Блок и с раннего детства, все это он воспринял полностью в детские, отроческие и юношеские годы. Летом собиралась в шахматове вся семья, составляя некую сгущенную атмосферу, особенно сильно влиявшую на Блока. К духу семьи подходили и наиболее частые посетители шахматова, родные бабушки Блока, Бикетовой. Из них очень важное значение для Блока имели Соловьевы, о которых я пишу выше, из остальных упомяну о знаменитой в семье тете Сони. Это была старшая сестра бабушки Блока, Софья Григорьевна Карелина, которой было за семьдесят лет, когда ему было восемнадцать. Эта милая старушка отличалась необычайной бодростью, добротой и неувидаемым интересом к жизни. Она любила молодежь, которая платила ей тем же, а каждое лето приезжала к нам из своего трубицына, находившегося в шестидесяти верстах, от Шахматова. Узнав Блока еще ребенком, она продолжала любить его и юношей, интересовалась его стихами, некоторые из которых ей нравились, а впоследствии полюбила его жену. Молодые Блоки с удовольствием слушали ее милую болтовню и рассказы о старинее и друзьях ее тютчевых и баратынских, близких родных и потомках обоих поэтов. Возвращаюсь к отроческим годам Блока. В сезон 1894-1995 года Блок впервые увидел игру драматических артистов. С этого времени родилась его страсть к театру, и у него явилось желание играть самому. Летом 1895 года в Шахматове была разыграна с двоюродными братьями Кублицкими сцена Кузьмы Пруткова «Спор греческих философов об изящном». В 16 лет мечты об актерской карьере овладели Блоком уже всерьез. Началось с декламации пристрастия к Шекспиру. Летом 1997 года после возвращения из Наугейма, где произошел роман с Садовской, Блок особенно тщательно изучал Ромео и Юлию. И то и дело декламировал монолог «Ромео в склепе» о недра смерти. Насколько неотступно Блок думал о сцене, показывают его ответы в анкете, заполненной в Наугейме. Мое любимое занятие театр. Чем я хотел бы быть артистом императорских театров? Каким образом я желал бы умереть на сцене от разрыва сердца? В следующее лето 1898 года Блок задумал поставить в шахматовском саду при лунном свете сцену перед балконом. Эта затея кончившейся неудачей подробно описана в моей книге Александр Блок и его мать. Для не читавших ее скажу вкратце, что сцена была вполне подготовлена. Ромео Блок и Джульетта, не раз упоминавшиеся мною, тетя Липа, совершенно не подходившая к своей роли, оба в костюмах заняли свои места. Она на импровизированном балконе, он внизу, на лужайке, осененной деревьями. Началась ей самая сцена, но всему помешало появление на месте действия собаки-арабки, случайно зашедшей в сад. Настроение Ромео было нарушено, декламация прервана, и раздосадованный артист бросил игру, уйдя из сада. На этом кончились шахматовские спектакли, но шахматово было, так сказать, прологом к тем спектаклям, которые происходили в Менделеевском Баблове, после знакомства Блока с Любовью Дмитриевной в пору ее девического расцвета. Эти спектакли происходили летом 1898 и 1999 года, и Блок разучивал шахматами все свои роли. В романе Блока с Любовью Дмитриевной, начавшимся в 1898 году и завершившимся браком 17-30 августа 1903 года, Шахматова тоже сыграла немаловажную роль. Подробному разбору этого романа в связи со стихами я посвящу другую статью, а теперь намечу лишь главные его моменты, начав с того, что случайный визит Блока в соседнее Баблова, куда пригласила его весной при встрече на выставке мать Любови Дмитриевны, послужил началом романа, а спектакли в имении Менделеевых с частыми поездками Блока верхом на репетиции как нельзя более благоприятствовали развитию этого романа. Если бы встреча с Любовью Дмитриевной произошла в городе, в обычной будничной обстановке и свидания с ней были бы редки, все сложилось и тот прекрасный образ, который создала Любовь Дмитриевна в роли Офелии. Дело, конечно, не в игре, которая не могла быть сильна в такие юные годы, а в облике, который удивительно подходил к самому нежному и женственному из всех созданий Шекспира. И самый голос Любови Дмитриевны в те юные годы серебристо утомленный, как назвал его позднее поэт, был как бы создан для роли Офелии, и трогательный вид ее в сцене безумия и бесконечная женственность всего ее образа, все это вместе производило неотразимое впечатление. Удивительно ли, что романтично настроенный и пылкий мальчик, каким был в то время поэт, до безумия влюбился в свою Офелию? О силе его впечатлений свидетельствуют многочисленные стихи, написанные прямо или косвенно то к самой Любови Дмитриевне в этой роли, то в виде песен Офелии. Можно себе представить, каким грезом предавался поэт, возвращаясь верхом при звездах из Баблова в шахматово на своем белом коне. Первые стихи, обращенные к Любови Дмитриевне, появились в это же лето 1898 года. Она молода и прекрасна была, и чистой Мадонной осталась. Алконост, первый том. Припевом каждого куплета этих стихов служит отчаянная строка, как сердце мое разрывалось. Поэт не подозревал, что Офелия втайне тоже мечтает о своем Гамлете и мучительно ревновал ее к вихрастому студенту Суму, репетитору ее братьев. Смотри второй том дневника. Блок Принимал за чистую монету. Временами он думал, что знакомство его с Менделеевыми прекратилось и даже переставал к ним ходить. Какая-нибудь случайная встреча в театре или на вечере служила поводом к возобновлению знакомства. Опять начинались муки безнадежных стремлений, ревности неизвестно к кому. Так шли годы. Летом Блок писал лирические стихи. В числе их было много чисто антологических, где неизменно фигурировала шахматовская природа. Некоторые из городских стихов тоже написаны под влиянием воспоминаний о шахматове. До 1900 года включительно Блок не прерывал связи с Садовской. Они встречались в Петербурге после встречи в Наугейме. Подробности и фазы этого романа можно проследить по многим стихам, напечатанным в собрании стихотворения Блока и в томиках, неизданных и не вошедших в собрание. Они по большей части обозначены инициалами КМС. Из них видно, как образ Любови Дмитриевны все сильнее и сильнее владевал всем существом поэта и мало-помалу вытеснил из его сердца образ любовницы. След этого романа остался на всю жизнь, как мы знаем, из цикла стихов через 12 лет, посвященного КМС. Но чувство поэта угасло. Тем временем Блок прошел два курса юридического факультета, перешел на филологический и увлекся классической древностью и философией Платона. Но любовные дела его не подвинулись ни на шаг. Суровость Любови Дмитриевны продолжалась. И вот под влиянием безнадежной любви и отвлеченной философии развивается мистика. Блок впадает в экстаз, почти в транс, создает культ прекрасной дамы и, предавая неземные черты любимой девушке, отождествляет ее с душой мира. Смотри второй том дневника. Прежде чем идти дальше, выскажу свои соображения относительно суровости Любови Дмитриевны. Некоторые еле заметный сдвиг в их отношениях, можно заметить только через три года после их встречи. Но в течение этих трех лет представьте себе положение молодой девушки, которая сама увлечена своим интересным и обаятельным поклонником, но не слышит от него ни слова любви и не видит, чтобы он искал случай увидеться с ней наедине. Кроме отвлеченных разговоров до выразительных взглядов, он ничего не дает ей. Летом в шахматове, под влиянием уединения, отсутствия развлечений и университетских занятий, чувство блока развивалось еще сильнее. Все внимание семьи было сосредоточено на больном деде, который требовал постоянного присутствия дочерей. Бабушка, болезнь которой быстро шла к роковому концу, не теряла бодрости, но все реже и реже появлялась в семейном кругу. В 1900 году братья Кублицкие с родителями уехали в Сибирь, где провели два года. Юный блок был совершенно предоставлен себе. Дома он изучал сократические диалоги Платона, но большую часть времени проводил в уединенных прогулках верхом. В некоторых набросках возмездия есть описание этих прогулок сначала в стихах, потом в прозе. Высокий белый конь, почуя прикосновение хлыста, уже волнуясь и танцуя, его выносит в ворота. Пропадая на целые дни до заката, он очерчивает все большие и большие круги вокруг родной усадьбы. Все новые долины, болота и рощи, за болотами опять холмы и со всех холмов, то в большом, то в меньшем удалении, высокая ель на гумне и шатер серебристого тополя над домом и так далее. Но вот наступает 1901 год, которому блок придавал особенно важные значения. В стихах о прекрасной даме, датированных этим годом, он разделил его на три отдела по месту действия и временам года. В посмертном издании Алконоста этот год обозначен так. Стихи о прекрасной даме, первое, Санкт-Петербург, весна 1901 года, второе, С. Шахматова, лето и осень 1901 года, третье, Санкт-Петербург, осень и зима 1901 года. Этим отделом соответствует в издании Мусагета 1916 года следующее название. Первое – видение, второе – ворожба, третье – колдовство. Стихи о прекрасной даме, как указано во всех изданиях, кроме самого первого, гриф, начинаются только с 1901 года. Года 1898, 1899 и 1900 носят названия Антелуцем. В них еще не вполне определилось то настроение, скажу больше, мировоззрение, которое выяснилось окончательно в стихах о прекрасной даме, где всецело царит любовь Дмитриевна в ее новом, только наполовину земном облике, и аналогичное с ее обликом она, существо неземное, но, по словам поэта, смотри дневник, ничем не дисгармонирующее с предметом его любви. Возвращаюсь к 1901 году. Говоря языком, свойственным символистом того времени, чаяние и откровение начались уже в 1900-м, на что указывают стихи в полночь глухую рожденная 25 декабря 1900-го, Алконост, и в особенности ищу спасение, которое кончается строками. Там сходишь ты с далеких светлых гор, я ждал тебя, я дух к тебе простер, в тебе спасение. Что касается весны 1901 года, то надо заметить, что Блок начинал чувствовать весну уже в январе, так что нечего удивляться, что первые стихи о прекрасной даме помечены январем и февралем. Во втором томе дневника Блок объясняет, что когда в конце января и в начале февраля он гулял к вечеру по монетной в совершенно особым состоянии, ему явно явилась она. Лето 1901 года Блок называет мистическим. С конца мая до начала сентября он написал 34 стихотворения. Второй отдел «Ворожба» характеризуется чувством глубокой связи поэта с природой, во всех явлениях, которые он видит тайные знаки, как бы покровительствующие его любви. Поэт прислушивается к отдаленным песням и звукам. В стихах «Не жди последнего ответа» есть строки. Он преклонил с вниманием ухо, он жадно внемлет, чутко ждет. И донеслось уже до слуха. Цветет, блаженствует, растет. В стихотворении я жду призыва, ищу ответа, читаем. Из отголосков далекой речи, с ночного неба, с полей дремотных, Все мнятся тайны грядущей встречи, свиданий ясных, но мимолетных. В это лето поэт уже чувствует, что между ним и любимой есть какая-то тайная связь. За туманом, за лесами загорится, пропадет, еду влажными полями, снова издали мелькнет. Так блудящими огнями, поздней ночью, за рекой, над печальными лугами мы встречаемся с тобой. И так далее. Поэт как бы притягивает любимую девушку магической силой своей упорной мысли о ней. Эту игру и называет он ворожбой. Ему кажется, что и любимая ему отвечает. Она представляется ему и как женщина, и как звезда. Ты горишь над высокой горою, недоступна в своем терему. Я примчусь и вечерней порою с упоением мечту обниму. Ты, заслышав меня издалека, свой костер разведешь в вечеру. Стану верной велением рока постигать огневую игру. Несмотря на многие стихи этого лета, рисующие любимую девушку непорочной, святой, недоступной, она росла за дальними горами, пустынный дол ей родина была. Никто из вас горящими глазами ее не зрел. Она одна росла. И так далее. Ты далека как прежде, так и ныне. И дальше. Суровый хлад, твоя святая сила, безбожный жар не идет святым местам. Он, несмотря на все это, все же чувствуется, что поэт небезнадежно смотрит вперед. И его мечты смелее. В стихотворении «Стою на царственном пути» он говорит. «Вступлю вперед, навстречу мрак, вступлю назад, слепая мгла. А там одна черта светла, и на черте условный знак. Звезда, условный знак в пути, но смутно теплится огни, и за чертой иные дни. И к утру, к утру все найти». Настроение Блока в это лето было отнюдь не мрачное и не безнадежное. В письме к тетке Кублицкой в Барнаул он пишет. «Лето прошло прекрасно для меня. Я им ужасно доволен, в общем. Да и погода была какая-то исключительно лучезарная. Последнее время я далеко ездил верхом по окрестностям, даже в некоторые места малознакомые». В предыдущем письме он отвечает тетке на ее письмо с приглашением приехать погостить в Барнаул. Он объясняет, почему именно он не может приехать, и благодарит за приглашение. Во втором томе дневника мы находим еще одно объяснение его отказа от этой поездки. На странице 129 читаем «Любовь Дмитриевна проявляла иногда рот внимания ко мне. Она дала мне понять, что мне не надо ездить в Барнаул, куда меня звали погостить, уезжавшие туда к Кублицке». В это лето Блок виделся с Любовью Дмитриевной. На странице 130 дневника читаем «Были блуждания на лошади вокруг Баблова с исканием места свершений. Ивлева, церковный лес». На странице 129 Блок говорит «Началось то, что влюбленность стала меньше призвания более высокого, но объектом того и другого было одно и то же лицо». Чтобы хоть несколько уяснить двойственное отношение Блока к Любови Дмитриевне, укажу на его собственное объяснение этого странного явления во втором томе дневника. Та, которая явно явилась ему во время весенних прогулок в городе, она, была существом неземным, высшим, чем-то вроде звезды, в полночь глухую рожденная. А живая оказывается душой мира, разлученной, плененной, тоскующей, которая стремится соединиться с высшим началом и в конце концов должна исчезнуть и улететь, оставив его одного на земле. В соединении с ней на рубеже жизни и смерти есть его высокое стремление, как видно из его стихов, написанных весной и летом 1901 года. Еще в Петербурге написано стихотворение «Все бытие и сущее согласно», которое кончается словами. «Я только жду условного видения, чтоб отлететь в иную пустоту». В шахматовском стихотворении «Не жди последнего ответа, его всей жизни не найти», читаем «Все ближе чаяние сильнее, но, ах, волнение не снести, и вещи падает немея, заслышав близкий гул в пути». Конец 1901 года, то есть третий отдел, Блок назвал колдовством, а четвертый – зима 1901-го, второго и весна 1902-го до первых чисел ноября – свершение. Я не буду долго останавливаться на этих отделах, скажу только, что последующие за осенью 1901 года зима и весна сильно сблизили влюбленных. Любовь Дмитриевна поступила на драматические курсы Читау, и это было предлогом для частых и уединенных встреч Блока с Любовью Дмитриевной на улице, проводов и разговоров. Встречались они и в церкви, как видно из многих стихов этого времени, и все же Блок не был уверен в том, что Любовь Дмитриевна его любит, и обманутый ее сдержанностью часто впадал в отчаяние. Летом 1902 года Блок написал в шахматове 17 стихотворений, настроения которых разнообразны и часто мрачны. Таково первое шахматовское стихотворение «Бражу в стенах монастыря безрадостный и темный инок». В это лето были в шахматове вернувшиеся из Сибири двоюродные братья Блока с матерью, но это не вносило ни радости, ни оживления. Не говоря уже о том, что мистический и мечтательно настроенный Блок не находил точек соприкосновения с братьями, в шахматове была тяжелая атмосфера. Дед и бабушка Блока доживали последние месяцы своей жизни. Дед постепенно слабел и, наконец, незаметно угас в ночь на первое июля. На одну из первых панихид в шахматово приехала Любовь Дмитриевна с матерью. Вероятно, под влиянием этой встречи написано стихотворение «Я, отрок, зажигаю свечи, огонь к отдельной берегу, который кончается строфой. Падет туманная завеса, жених сойдет из алтаря, и от вершин зубчатых леса забрежет брачная заря». Зубчатый лес не раз, упоминаемый Блоком в стихах, есть обозначение той горы, увеченной лесом, в стороне Баблова, что видна была с самого высокого места дороги за шахматовской усадьбой, которую мы называли Горкой. Существует карандашный рисунок Блока, изображающий эту лесистую гору с едва намеченной окрестностью. Рисунок сделан в 1899 году и помечен датой 4 июня. Сбоку подпись Блока «Баблова с горки». Вопросительный знак, очевидно, выражает сомнение в том, действительно ли это Бабловская гора, которую различал за другими холмами и лесами только его напряженный и зоркий глаз. Пока тело деда было еще в шахматове, откуда увозили его потом в Петербург, религиозно настроенный Блок был торжественно серьезен во время служения панихиды, но мысль о любови Дмитриевне не покидала его в эти дни. 1 июля, кроме стихов на смерть деда, написано еще стихотворение «Пробивалось певучим потоком», а 5 июля в стихах «Не бойся умереть в пути» читаем «Она и ты — один закон, одно веление высшей воли, ты не навеки обречен отчаянной и смертной боли». Единственное стихотворение этого лета, имеющее онтологический характер, помечено датой 27 августа. Это стихи «Золотистую долиной ты уходишь, нем и дик». В это лето и бабушка Блока была близка к смерти. Она много дней проводила в постели, и даже ее веселость и оживление стали слабеть и меркнуть. Она умерла уже в городе 1-го 14-го октября 1902-го года. В январе 1903-го Блок сделался женихом Любови Дмитриевны. Первую половину лета этого года он провел с больной матерью в Наугейме, в шахматове. Написал он только четыре стихотворения, ему было не до стихов. Хлопоты о нужных для брака бумагах, о которых он с раздражением пишет отцу в письме из шахматова 25 июля, а также пререкания с приходским попом, который делал всяческие затруднения и, что называется, ломался. Портили настроение Блока и отвлекали его от обычных дум. Длинное стихотворение «Двойник» «Вот моя песня тебе, Коломбина» далеко не из веселых. Минуя описание свадьбы, о которой подробно говорится в биографии Блока, написанной мною, я прибавлю несколько слов о Сергее Соловьеве. Об его родителях и их значении в жизни Блока я уже говорила. Желающих более основательно ознакомиться с этими замечательными людьми отсылаю к только что вышедшим воспоминаниям Андрея Белого под названием «На рубеже двух столетий». Сергей Соловьев был первый раз в шахматове девятилетним ребенком. Это был прелестный мальчик с удивительными глазами, мечтательно и серьезно смотревшими на его смуглом личке, обрамленным длинными кудрями. Блоку было тогда четырнадцать лет. Сергей приезжал на короткое время с отцом. Не по годам развитой он был, однако, совершенный ребенок. Большую часть времени провел он с Сашурой. Между прочим, они играли в обедню. Впоследствии Сергей Соловьев много раз приезжал в шахматово. Будучи очень дружен с Андреем Белым, он показывал ему стихи Блока, которые Александра Андреевна посылала его матери. То впечатление, которое они произвели на самого Соловьева, на его родителей и на Андрея Белого, и было началом их распространения в Москве. Отсюда же стали они известны Брюсову, напечатавшему их в «Северных цветах», и издателю Сергею Кречетову «Гриф», который издал первый сборник стихи о прекрасной даме. Во втором томе дневника Блок упоминает об отношении к нему Сергея Соловьева. К мальчишескому обожанию, к дон Жуану, видавшему виды выражения Блока, присоединился восторг перед стихами Блока. Помню, как в шахматове во время чтения стихов самим автором Сергей вскакивал с места, выкрикивая особенно понравившиеся ему места, и, сверкая глазами, говорил «хочется что-то сделать». Его живость, литературность и блестящий юмористический талант делали его посещения особенно приятными. Приехав в Шахматово за несколько дней до свадьбы Блока в качестве шафера, он вел себя серьезнее обыкновенного, так как был преисполнен сознание важности, происходившего с Блоком. Любовь Дмитриевна произвела на него очень сильное впечатление. В церкви и на обеде в Баблове после венчания он был в торжественном и вместе возбужденном состоянии и вскоре написал стихотворение, в котором Блок сравнивается с Орлом, а Любовь Дмитриевна — с Голубицей. Примечание. Это четверостише читается так. «Раскрылась вечности страница, змея бессильно умерла. И видел я, как Голубица взвелась во Сретенье Орла». Литературное наследство, том 92, книга 1, страница 339. Раннюю весной 1904 года, когда молодые Блоки приехали в Шахматово и поселились одни во Флигеле, Сергей Соловьев приезжал к ним несколько раз из Москвы в промежутках между гимназическими экзаменами и, проведя в разговорах и чтении стихов очень веселый, но безалаберный день, уезжал обратно. Летом 1904 года впервые посетил Шахматово Андрей Белый. Он познакомился с Блоком еще предыдущей зимой в Москве, но в Шахматове они подружились и сблизились. Описание обеих встреч можно прочесть в воспоминаниях Андрея Белого о Блоке, то есть в его докладах, читанных после смерти поэта, и в нескольких номерах берлинского журнала «Эпопея». О самом Андрея Белом я говорить не буду, так как это слишком большая тема для настоящей статьи. Весной и летом 1904 года Блок писал мало. В Шахматове написано всего три стихотворения. «Дали слепы дни безгневны, в час, когда пьянеют нарциссы, и вот он ряд гробовых ступеней». Не берусь объяснить достоверно, к кому относится последнее стихотворение. Образ той, которая покоится в гробу, разумеется, вполне сходен с образом Любови Дмитриевны, но к которому из ее лиц относится оно, сказать трудно. Это также не она, так как здесь вообще нет больших букв. Спитый, нежная спутница дней, залитых небывалым лучом. По моему мнению, отнюдь ненавязываемому читателям, в последнем стихотворении стихов о прекрасной даме Блок хоронил те грезы, что были в этом периоде его жизни. Я отпраздновал светлую смерть, прикоснувшись к руке восковой. Остальное бездонная твердь схоронила во мгле голубой. Быть может, он хоронил мечту о душе мира. Во всяком случае, по этим стихам, в которых описана хотя и светлая, но все же смерть, не следует заключать, что Блок был в мрачном или хотя бы унылом настроении. Его письма к матери из Шахматова весной этого года полны самого детского веселья и бодрости. Он очень занят хозяйством, в восторге от домашних зверей, в особенности поросят, подробно и местами юмористически описывает все, что он видит и делает в Шахматове и так далее. Кто видел его, как я в это лето, никогда не забудет этой светлой поры его жизни, его шалости и веселой и дружной работы с женой при устройстве своего дома и сада. В обоих было так много детского, и они составляли такую прекрасную пару, что все окружающие любовались на их молодое, безоблачное счастье. И, конечно, Любовь Дмитриевна была теперь не душа мира, плененная, разлученная и так далее, не холодная богиня, не звезда, которая серебрилась вдали, а бесконечно любимая и милая Люба, с которой можно и подурачиться, и побегать, и подразнить ее, как видно из письма к матери. 26 апреля. Приблизительно в конце его читаем. Ее превосходительство велело продиктовать. Я совершенно поглупела и даже диктовать уже ничего не могу. Она говорит, что все это я сочинил сам. Могу себе представить, какая была по этому случаю веселая перебранка. Любовь Дмитриевна, может быть, даже немного надулась, облок, хохоча и шаля, делал вид, что страшно ее боится. Несмотря на события зимы 1904-1905 года, лето 1905 года в Шахматове прошло приблизительно в том же настроении, как и предыдущее. Размолвка с Сергеем Соловьевым и Андреем Белым, описанная мною, смотри биографию блока, не оставила серьезных следов жизни шахматовских обитателей. Но тут кончается период стихов о прекрасной даме. При разборе второго тома стихов «Нечаянная радость» я буду придерживаться другого метода в применении к шахматовским влияниям и воздействиям. Во втором томе собрания стихотворений блока шахматово отразилось гораздо меньше, чем в первом, и все же есть о чем сказать и по поводу этого тома. Вступлением к нему служит городское стихотворение. «Ты в поля отошла без возврата, да светится имя твое», которое кончается строфой. «О, исторгни ржавую душу! Со святыми меня упокой! Ты, держащая море и сушу, неподвижно тонкой рукой!» Стихи написаны весной, значит, после девятого января и всего того, что узнал и перечувствовал блок в эту зиму. Они, конечно, относятся к прекрасной даме, чей культ создал блок в своих мечтах, еще подкрепленный стихами Владимира Соловьева. «Ты пройдешь в золотой порфире, Уж не мне глаза разомкнуть!» Говорится в тех же стихах. Вслед за ними идет отдел пузыри земли. Он состоит из тринадцатих стихотворений. Первое, написанное в 1904 году, 5 апреля, может быть отнесено к шахматовским. Остальные двенадцать написаны в 1905 году, частью в городе, частью в шахматове. Все они, кроме одного, которая по непонятным для меня причинам попала в этот отдел, навеяны впечатлениями шахматовской природы. Сноска «Я живу в отдаленном скиту». Часть их написана зимой и ранней весной в городе, но все они полны свежестью деревенских настроений. Все эти твари весенние, болотные чертенята и так далее, отражение окрестных болот и лесов. Стихотворение «Золотистые лица купальниц» воспроизводит пейзаж известного места в дремучем лесу Праслова. Некоторые из этих стихов немного грустны, но ни одно из них не трагично. Большинство настроений светлое, как, например, стихотворение «Старушка и чертенята», посвященное Григорию Е, то есть ежу, которого купили у деревенских ребят и поселили во флигеле молодые блоки. История с этим ежом рассказана мною в книге Александр Блок и его мать. Не думаю, чтобы нашелся в мире другой поэт, способный посвятить свои стихи такому зверьку. Есть стихи, посвященные любимой собаке, лошади, но ежу. На это способен был только Блок с его органической, нежной любовью к животным. Для того, чтобы понять его отношение к ним, надо было слышать, как он о них говорит, и видеть, как он их представляет. В «Шахматове» написано в этом отделе более пяти стихотворений. Два последние, об осенне, написано уже в городе, но настроение их шахматовские, все остальное в этом томе, кроме некоторых разных стихотворений, не имеет никакого отношения к шахматову, так как это ночная фиалка, город, снежная маска, фаина и вольные мысли. В 1904 году помечены шахматовскими, то есть летними датами, немногие и мало характерные стихотворения. В 1905 году шахматовских стихов гораздо больше, около пятнадцати, в числе их «Влюбленность», прочитанная блоком на одной из сред Вячеслава Иванова, когда хозяины гостей читали доклады на тему «Любовь», а также «Балаганчик». Вот открыт «Балаганчик» для веселых и славных детей, который послужил прототипом для пьесы «Балаганчик» и «Выхожу я в путь, открытый взором». В 1906 году из «Шахматовских» отмечу два «Прошли года, но ты все та же» и «Ангел-хранитель» «Люблю тебя, ангел-хранитель, и во мгле». Это значительное стихотворение написано в третью годовщину дня свадьбы Блока. В нем есть уже трагические нотки. Стихотворение «Русь, ты и во сне необычайно», попавшее впоследствии в книгу стихов о России, написано в городе. Само собой разумеется, что если бы Блок не жил многие годы подряд в шахматове, не изведал осеннюю волю и не узнал в своей дремоте страны, родимой нищету, он не мог бы написать этого замечательного стихотворения. Вот все, что можно отметить в этом томе, принимая во внимание краткость моей статьи. С 1906 года Блок начал писать для театра. Вслед за балаганчиком был написан в шахматове «Король на площади». В нем, разумеется, нет ничего от шахматова, но «Песня судьбы» написана не без его влияния. Весь первый акт с его главными персонажами есть отражение жизни в шахматове. Разумеется, все преображено творческим вымыслом. «Песня судьбы», как видно из писем к матери 1907 года, написана в течение одного года, она закончена в последних числах 1908 года. Первого мая уже Блок собирался читать ее на дому человеком пятнадцати. В этом году Блок почти все лето провел в городе. Любовь Дмитриевна играла в провинции с труппой Мирхольда. «Песня судьбы», которой придавал автор большое значение, называя ее своим любимым детищем, есть результат его настроений и переживаний 1906 года. Это прежде всего протест против замкнутой жизни, слишком уединенной и удаленной от мира, протест, который кончился тем, что Блок ушел в мир от матери и поселился вдвоем с женой на отдельной квартире. Это переселение произошло совершенно мирно, но главной причиной его было действительно то, что Блок понял, что мы одни на блаженном острове, отделенные от мира. Разве можно жить так одиноко и счастливо? Слова Германа из первой картины «Песни судьбы». Переселение Блоков из квартиры Кублицких на Лахтинскую произошло в сентябре 1906 года, но, вероятно, оно подготовлялось еще предыдущим летом в Шахматове. Написание «Песни судьбы» произошло уже после постановки Балаганчика и встречи с Волоховой. То и другое произошло в конце 1906 года. Блок начал писать пьесу весной 1907 года, когда роман с Волоховой был в полном разгаре и уже написана была «Снежная маска». В этой статье не место разбирать подробно всю пьесу. Я скажу только о тех местах, где чувствуется влияние Шахматова. Герман — это, конечно, сам Блок. Елена — Любовь Дмитриевна. Фаина — видоизмененная Волохова. Жизнь в Белом доме в общих чертах есть точный снимок шахматовской жизни. Сама мизансцена первого акта напоминает большой шахматовский дом на холме с дорогой, вьющейся внизу и открытым видом в эту сторону. Не самый вид, а то, что он открыт, похоже на шахматово. Молодой сад вокруг дома есть сад, устроенный блоками вокруг флигеля. Жизнь, близкая к природе, крайне уединенная и близость отношений, в которых Елена при всей своей силе и жизненности есть отражение Германа, отзвук его мыслей с глубокой верой в него. Все это и самый облик Елены приводит на память первые годы женитьбы Блока и вместе с обстановкой первого акта картину шахматовской жизни. В дальнейшем Блок отступает от этих представлений, но его отношение к России так ярко и полно, выраженное в разговоре Германа с другом в шестой картине перед появлением Фаины в седьмой, где прохожий с песней Коробейника выводит Германа до ближнего места, все это родилось среди русской деревни, на почве которой созрело отношение Блока к России. Припомним его слова из письма к матери по возвращении из Италии от 22 июня 1909 года. А въехав в Россию, я опять понял, что она такое, увидав утром на пашне трусящего под дождем на худой лошадке одинокого стражника. Россия есть не государство, не нация, а некая лирическая величина, говорит где-то Блок в другом месте. Это представление России, неизменно связанное с народом, с картинами русской деревни и жизни русского крестьянства, могло возникнуть и окрепнуть только в шахматове. Подтверждением и ярким выражением этого может служить стихотворение России, напечатанное в третьем томе стихов Блока. Оно помечено 1908 годом. Неважно, где именно оно написано, но с первых строк уже чувствуется, Блок едет с подсолнечной в шахматово, и вот какие мысли в нем бродят во время пути. Опять, как в годы золотые, трестертых треплются шлии, и вязнут спицы расписные в расхлябанной колеи. Россия, нищая Россия, мне избы серые твои, твои мне песни ветровые, как слезы первой любви. К тем же настроениям и картинам, взлелеенным шахматовскими настроениями, относятся и другие стихи в отделе «Родина» третьего тома. «Осенний день, идем по жизни не спеша, там небо, осветленный край». Задебренные лесом кручи, последние напутствия, нет, еще леса, поляны, и проселки, и шоссе, наша русская дорога, наши русские туманы, наши шелесты во все. И последнее стихотворение в отделе «Коршун» идут века, встает война, встает мятеж, горят деревни, и ты все та ж моя страна в красе заплаканной и древней, доколе матери тужить, доколе коршуну кружить. Есть еще один ряд стихов Блока, который касается его отношений с женой, рисуя ее оригинальный облик, то женственно нежный, с оттенком покорности, то вольный, гордый и уверенный в своей силе. По своей обстановке, по всем подробностям эти стихи приводят на память Шахматова. Мой любимый, мой князь, мой жених, ты печален в цветистом лугу, по великой средь дни в золотых завелась я на том берегу. Это написано в первый год женитьбы, а другое написано в 1907 году, в год романа Блока с Волоховой. В густой траве пропадешь с головой, в тихий дом войдешь, не стучась, обнимет рукой, оплетет косой, и статно и скажет Здравствуй, князь, вот здесь у меня куст белых роз, вот здесь вчера повелика велась, заплачет сердце по чужой стороне, запросится в бой, зовет и манит, только скажет Прощай, вернись ко мне, и опять за горой колокольчик звенит. Все люди, близкие Блоком, знали и видели, как удивительно относилась Любовь Дмитриевна к роману мужа. Она страдала, но не унижалась ни до упреков, ни до жалоб и, веря в себя, ждала его возврата. В конце концов она таки ушла в свое любимое дело на сцену, но это было лишь временное отступление. Тебя, Офелию мою, увел далеко жизни холод. И вот она вернулась, и, как небо, встала надо мною, и я не мог навстречу ей пошевелить больной рукою, сказать, что тосковал о ней. Перехожу к дальнейшему. 1908 год был одним из важных в идейном и творческом развитии Блока. Он много пережил за предыдущий 1907 год, проведенный у шлейфа черного, полной безумной и неразделенной страсти, от которой поэт искал забвение в вине. Затем наступило отрезвление и началась лютая тоска по жене, которая временно отошла от него. В 1908 году написано стихотворение «О доблестях, о подвигах, о славе». Там есть такие строки. «Летели дни, крутясь проклятым роем, вино и страсть терзали жизнь мою, и вспомнил я тебя преданалоем, и звал тебя, как молодость свою. Я звал тебя, но ты не оглянулась, я слезы лил, но ты не снизошла. Ты в синий плащ печально завернулась. Сырую ночь ты из дому ушла». Но из следующей же страницы стихов мы узнаем, что она, как прежде, захотела вдохнуть дыхание свое в мое измученное тело, в мое холодное жилье. После всех этих испытаний расширился круг мыслей и чувств поэта. В результате ряд статей и докладов, объединенных одной мыслью о розне между русской интеллигенцией и народом, мысли этих статей вероятно пришли блоку во время его скитания по родным лесам и полям и после разговоров с крестьянами, к которым он очень присматривался и прислушивался в то время. Тут, очевидно, и подсмотрел он ту усмешку мужика, о которой говорит в статье «Народ и интеллигенция», возбудивший так много споров и толков еще до напечатания. Эта статья, дважды прочитанная в виде докладов и трижды напечатанная, наиболее прошумела. В ней вопрос о пропасти между интеллигенцией и народом поставлен особенно остро. Она написана в 1908 году. Вот несколько характерных отрывков. С екатерининских времен проснулась в русском интеллигенте народолюбие и с той поры не оскудевала. Может быть, наконец, поняли даже душу народную, но как поняли? Не значит ли понять все и полюбить все, даже враждебное, не значит ли это ничего не понять и ничего не полюбить? Это со стороны интеллигенции. Нельзя сказать, чтобы она всегда сидела сложа руки, волю, сердце и ум положила она на изучение народа. А с другой стороны, та же все легкая усмешка, то же молчание себе на уме, та благодарность за учение и извинение за свою темноту, в которых чувствуется до поры до времени. Страшная лень и страшный сон, как нам всегда казалось, или же медленное пробуждение великана, как нам все чаще начинает казаться, пробуждение с какой-то усмешкой на устах. Интеллигенты не так смеются, несмотря на то, что знают, кажется, все виды смеха. Но перед усмешкой мужика, ничем не похожей на ту иронию, которой научили нас гейны и еврейство, на гоголевский смех сквозь слезы, на соловьевский хохот умрет мгновенно всякий наш смех. Нам станет страшно и не по себе. По-прежнему два стана не видят и не хотят знать друг друга. По-прежнему тем, кто желает мира и сговора, большинство из народов и большинство из интеллигенции относятся как к изменникам и перебежчикам. Очень характерно для определения отношений блока к России его предисловие 1918 года к брошюре, вышедшей под общим названием Россия и интеллигенция и содержащей семь статей на разные стороны одной и той же темы. Привожу отрывок. Тема моя, если можно так выразиться, музыкальная, конечно, не в специальном значении этого слова. Отсюда и общее заглавие всех статей Россия и интеллигенция. Россия здесь не государство, не национальное целое, не отечество, а некое соединение, постоянно меняющее свой внешний образ, текучее, как гераклитовский мир, и, однако, не изменяющееся в чем-то самом основном. Наиболее близко определяют это понятие слова народ, народная душа, стихия, но каждая из них отдельно все-таки не исчерпывает всего музыкального смысла слова «Россия». Точно так же и слово «интеллигенция» берется не в социологическом его значении, это не класс, не политическая сила, не всесословная группа, а, опять-таки, особого рода соединения, которое, однако, существует в действительности, и волею истории вступило весьма знаменательное отношение с народом, со стихией, именно в отношение борьбы. В конце 1909 года умер отец Блока. Эта смерть имела большое значение как для жизни, так и для творчества поэта, начну со стороны житейской. После отца осталось наследство, которое Блок разделил с сестрой Ангелиной. Большую долю этого наследства Александр Александрович истратил на Шахматова. Во-первых, он выплатил тетке Софье Андреевне третью часть стоимости Шахматова, которую мы оценили в 21 тысячу, и таким образом предоставил имение в полную собственность матери и меня. Его тетка Софья Андреевна купила себе с помощью этих 7 тысяч другое имение Сафонова в 20 верстах от Шахматова, где и поселилась на постоянное житье со своим глухонемым сыном Андреем. Муж ее, Адам Феликсович, и старший сын Феликс приезжали в Сафонова летом и вообще, когда представлялась возможность, в зависимости от службы и других занятий. Как только Блок вернулся из Варшавы после похорон отца, он начал строить планы о том, как ремонтировать пришедшие в ветхость шахматовский дом и флигель. Мать его жила тогда еще в Ревеле, где муж ее получил полк в 1907 году. Ее нервная болезнь, начавшаяся вскоре после вступления во второй брак, приняла угрожающие формы. В марте месяце Франц Феликсович поместил ее в санаторию доктора Соловьева в Сокольниках, близ Москвы, где она провела четыре месяца. Ранней весной, в апреле 1910 года, Александр Александрович с женой уехали в Шахматово, где под присмотром одного из двух денщиков Франца Феликсовича уже начались первые работы по ремонту дома. Дом был обновлен и внутри, и снаружи, что его очень украсило, не нарушив прежнего стиля, если не считать пристройки, которые прежде были они в стиле самого дома. На этот ремонт блок истратил около четырех тысяч. Часть этой суммы он употребил на постройку дома для семьи нового приказчика Николая и перестройку конюшни. Куплены были также две новые лошади и кое-какая утварь. Все это очень занимало поэта. Он увлекался, во-первых, строительством, причем придумывал разные новости, которые способствовали украшению и удобству. Подробности можно прочесть в написанной мною биографии Блока. Распоряжаясь работами, Блок увлекался не только стройкой, но и разговорами с рабочими. Их было тридцать человек. Артель плотников, печники и маляры. Увлечение народом в противовес интеллигенции дошло до того, что Александр Александрович написал матери «Все разные и каждый умнее, здоровее и красивее почти каждого интеллигента. Я разговариваю с ними очень много». В это же лето был нанят новый приказчик, резанец Николай, грамотный, с претензиями на интеллигентность, который мечтал сделать с народным учителем и даже подписывал стишки, который все собирался, да так и не решился показать Блоку. Он был немного садовник и потому называл табак, посаженный в саду ради красоты и запаха на затененных местах не иначе, как никотиана. Был также чрезвычайно влюблен в свою молодую жену Арину, красивую, ловкую, но очень ленивую и грязную бабу. Сам он был щупленький, а она здоровенная. Любовь Дмитриевна хозяйничала, то есть распоряжалась сельскими и огородными работами. С Ариной, исполнявшей обязанности скотницы, она охотно разговаривала, но не думала учить ее, например, опрятности, а главным образом заставляла ее петь песни, что та и исполняла, сидя на гумне с Любовью Дмитриевной под большой елью. Какую-то бесконечно длинную, с переливами песню, неопределенного мотива и ритма, требовавшую особенно сильного дыхания. Песня была про какого-то Ваню, интересная, в ней было что-то степное, как справедливо заметила Любовь Дмитриевна. Домашним хозяйством Любови Дмитриевне заниматься приходилось мало. Правда, она привезла с собой горничную Пашу, которая была и за кухарку, но блоки довольствовались самым скромным меню. Суп с вареным мясом, гречневая каша и крутые яйца, молоко, чай, да кое-какие сладости, привезенные из города. Александр Александрович так увлекся своим опрощением и несложностью обихода, что был даже недоволен, когда я привезла свою прислугу Аннушку и начались настоящие барские обеды и завтраки. Так шли дела в апреле и мае, но уже в июне блок начал уставать от роли распорядителя и хозяина. Дело все усложнялось его же новыми выдумками, а рабочие тянули работу, которую надо было кончить до приезда Александра Андреевны. Злоупотребляли щедростью и непрактичностью простого барина, бесконечно выпрашивая на чай и пропадая то в кабаке, то в отлучке. Азарт Александра Александровича стал слабеть. Дрязги с подрядчиком и возня с рабочими ему надоели, и в конце концов он написал матери «Домостроительство есть весьма тяжелый кошмар, однако результаты способны загладить все перипетии и ухаживания за тридцатью взрослыми детьми». Несмотря на все это, я, заставшая в шахматове последнюю артель маляров, кончивших наружную окраску дома, еще наблюдала полный разгар увлечения обоих блоков народом. В артеле было три Ивана. Старшего, подрядчика, довольно буржуазного и наиболее щеголеватого, Александр Александрович звал в разговоре с нами Жаном, среднего Гансом, а младшего, в котором находили сходство с итальянским художником Филиппо Липпи просто вонюшкой. Филиппо Липпи был молод, стройный, довольно миловиден, и, вися на утлых лесах во время шпаклевки стен, с отчаянным видом запевала звонким тенором всегда одну и ту же песню. «Потеряла я колечко, потеряла я любовь, а по этому колечку буду плакать день и ночь». Эта песня находила отклик в сердце нашей женской прислуги. Был еще подмастерье пятнадцатилетний Аполлон, то есть попросту Палоха или Положка, столь неискушенной жизни, что пел известную песню «Ах, зачем эта ночь так была хороша, не болела бы грудь, не болела душа» таким образом. «Ах, зачем эта ночь так была холодна?» По вечерам после работы маляры садились в кружок у короткого сарая, сохранившего свое название только по старой традиции, и пели то хором, то в одиночку. Жан хорошо пел, когда помел золотые горы и реки полные вина. Пели также известную крепостную песню «Ехал повар на чумичке, две кастрюльки позади, две собачки белые впереди». Александр Александрович по обыкновению в русских косоворотках, белых, расшитых по борту и красных, без шапки, в высоких сапогах, очень кудрявый, но с усталым, побледневшим лицом. Любовь Дмитриевна, сияя белизной и нежным румянцем, расхаживала не то в розовых или красных платьях с длинными шлейфами, и то и другое очень шло к ее высокой статной фигуре и удивительному цвету лица. Восьмого июля в самую Казанскую Любовь Дмитриевна съездила в Москву за Александрой Андреевной. Работы, кроме окраски дома, были закончены. Вскоре ушли и маляры. И, казалось бы, шахматовская жизнь должна была пойти обычным чередом и даже лучше, чем в предыдущие годы, так как совместная жизнь с семьей тетки Блока Софьи Андреевны становилась очень тяжелой вследствие постоянных разногласий, доходивших даже до ссор. А теперь эта семья поселилась в своем имении, и мы виделись только тогда, когда бывали друг у друга в гостях. Но вышло иначе. Когда Александра Андреевна вернулась из санатории, стало ясно, что ее поправка очень поверхностна, и ее нервная болезнь приняла хронический характер. Александр Александрович с нетерпением ждал приезда матери, и, судя по тому, как принимали другие его работы и интересные его выдумки, по обновлению шахматовского дома ожидал, что и ей все должно понравиться и произвести на нее самое лучшее впечатление. Ему и в голову не приходило, что всякое нарушение привычных условий жизни и обихода нервно больных воспринимается ими очень болезненно. А между тем, все в обновленном доме и в обиходе было непривычно для его матери. Ее больные нервы бесконечно страдали от этого, и она не могла радоваться тому, что радовала всех остальных. Вернувшись домой из надоевшей чужой санатории, к которой она только что привыкла, она не нашла того привычного милого ей, с чем сжилась она с детства. Дух дома был, несомненно, другой, не тот, что был при наших родителях, и Александре Андреевне надо было известное время, чтобы привыкнуть к этому и житься с новой атмосферой. Кроме того, обострение ее болезни породило в ней несчастную способность видеть прежде всего недостатки и даже особенно замечать уродливые явления. Она сама говорила мне, если я смотрю на прекрасную розу, я прежде всего замечаю, что на одном из ее лепестков есть пятно. Так было во всем, что ее окружало. Помню, как, вернувшись из санатории, она вошла в дом усталая, после долгого пути ослабевшая и ошеломленная, осмотрелась с печальным видом, и вместо того, чтобы сказать, как хорошо, красиво или что-нибудь в этом роде, опустила глаза вниз на половице нового пола и сказала, отчего лес такой сучковатый. Александр Александрович, конечно, был огорчен этой критикой. Он совершенно не понял состояния матери, что, конечно, естественно, но увидел, что ей что-то не нравится, что она недовольна его работой. И так продолжалось по крайней мере с неделю. Александра Андреевна не воспринимала хороших сторон окружающего, но ее приводило в отчаяние, например, то, что новые рамы у окон туго закрывались и открывались, так что приходилось звать сына, чтобы с ними справиться. А он сердился и огорчался. Потом начались разногласия с любовью Дмитриевной. Ее понятия о хозяйстве были прямо противоположны понятиям Александра Андреевны. В некоторых случаях она была, вероятно, права, в других не права, но малейшее замечание или возражение Александра Андреевны вызывало неудовольствие и протест. А бывали и такие вещи, которые просто неприятно поражали не только Александру Андреевну, но и меня. Так, например, Любовь Дмитриевна захотела посадить вишневые деревья в той части сада, которая примыкала к дому. Для этого были вырваны с корнем все кусты белых роз на лужайке и временно, как она говорила, сложены в яму, где завалили их корни землей, а на опустевших лужайках были вырыты круглые ямы для посадки деревьев. Сколько я помню, розы погибли, а вишневые деревья так и не были посажены. Вид этих ям и вырванных розовых кустов, разумеется, произвел на Александру Андреевну самое удручающее впечатление, что выразилось главным образом на ее лице, так как она не всегда решалась высказывать свое мнение, заметив, что прежде, чем она успеет что-нибудь сказать по поводу новой затеи, Любовь Дмитриевна, уже заранее ожидая с ее стороны неодобрения, приходила в волнение и, так сказать, внутренне становилась на дыбы. Эти конфликты совсем испортили их отношения, которые были очень хорошими во время пребывания Александра Андреевна в санатории. Любовь Дмитриевна не раз ездила туда к ней и производила на больную самое лучшее впечатление. Теперь же все это изменилось. Вследствие всего этого Александр Александрович пришел в ужасное настроение и замкнулся в мрачном молчании. Он и без того был крайне утомлен и изнервлен той сложной ответственностью, которую он на себя взял, распоряжаясь ремонтом дома, а тяжелое состояние матери и отношения ее с Любовью Дмитриевной, в которых он ничего не мог изменить, окончательно его расстроили. Он впал в тяжелую апатию, Александра Андреевна замкнулась в себе, она большей частью сидела дома и занималась шитьем, создалась невыносимая тяжелая атмосфера. Александра Андреевна видела, что ее болезненное состояние дурно влияет на сына, жестоко страдала от враждебности Любови Дмитриевны, но ничего не могла с собой сделать. Кончилось это плохо. Не помню уже, в каком месяце этого лета Александр Александрович написал прекрасное стихотворение «Посещение». Смотри, третий том стихов. Голос. То не ели, не тонкие ели, на закате подъемлют кресты. То вдали снеговой залили мои нежные, милые персты. Унесенная белой метелью в глубину в бездыханность мою, вот я вновь над твоей постелью наклонилась, дышу, узнаю. Второй голос. Старый дом мой пронизан метелью, и остыл одинокий очаг. Я привык, чтоб над этой постелью наклонялся лишь пристальный враг. Примечание. Стихотворение написано в сентябре 1910 года. Прочтя эти стихи, которые по обыкновению принес показать ей сын, Александра Андреевна решила, что пристальный враг это она, а потому ей лучше уйти из жизни, чтобы не мешать сыну. Недолго думая, она отравилась, то есть приняла весь запас веронала, который привезла с собой с санаторий на случай бессонницы. Когда веронал начал действовать, она позвала меня и все это мне объяснила. Я думала, что она умрет, но у нее только временно отнялись ноги и наступило состояние опьянения, напоминающее бред. Характерно, что в полусознательном состоянии она все время повторяла какую-то строчку фета. Разумеется, Александр Александрович объяснил матери, что пристальный враг не она. Александра Андреевна успокоилась, но все-таки в шахматове было невесело. Осенью приезжал в шахматово Евгений Павлович Иванов, который своим юмором и особым, глубоко благожелательным отношением и к блокам, и к Александре Андреевне сумел не только разрядить тяжелую атмосферу, но и привести Александра Александровича в веселое настроение. После отъезда Евгения Павловича жизнь в шахматове текла понемногу нехорошо, но сносно. Блоки намеревались остаться в шахматове всю зиму. Александр Александрович строил проекты о продаже дров с одного из участков шахматовского леса, хотел смотреть за всем этим сам, ради тепла заказал на окна очень дорогие задвигающиеся ставни с засовами, собирался еще рыть новый колодец взамен старого, который был далеко от дома. Мы с Александрой Андреевной жили в этом году в деревне особенно долго. Она боялась ревеля, помня тяжелую предыдущую зиму. Мы уехали в первых числах октября, когда начались морозы. Александр Александрович писал матери очень часто. Мы оставили его в бодром и предприимчивом настроении, но вскоре после того, как мы уехали, он затасковал. Уже 22 октября он написал матери, однако прожить здесь зиму нельзя, мертвая тоска. А 31-го, бросив все планы о зимнем житии в деревне, уехал в Петербург, предварительно заехав в Москву, чтобы послушать лекцию Андрея Белого о Достоевском. Любовь Дмитриевна уехала на второй день после мужа прямо в Петербург. Там очень скоро была найдена новая квартира на Большой Монетной и произошло переселение. Таким образом, намерение Блока сделать с настоящим помещиком-хозяином разлетелось в прах. Он был совершенно не подготовлен к этому, да и вообще это было не в его духе. Несмотря на трудные условия этого лета, оно прошло небесследно для литературных дел и даже творчества Блока. Во время осеннего одиночества он начал составлять для печати сборник «Ночные часы», а кроме вышеупомянутого стихотворения «Посещение», еще в июне начал писать третью главу «Возмездие». Отец лежал в долине роз. Примечание. Так в тексте. Должно быть, отец лежит в аллее роз. Том 3, 332, вторая страница. То, что он начал поэму с середины и именно с этой темы вполне понятно. Он был под свежим впечатлением смерти отца и всего того, что видел и испытал в Варшаве. 1910 год был последний, который Блок провел в Шахматове целиком. После того он стал ездить туда на месяц, на шесть недель, а иногда и совсем не ездил. Он говорил, что там что-то такое завелось, то есть, что там что-то неладно. Его удручало то, что он уже не чувствовал в Шахматове прежней беззаботности и безответственности. Приказчик Николай, привыкнув видеть в нем хозяина, обращался к нему за распоряжениями и советами и донимал бесконечными разговорами, а он не хотел уже больше не советовать, не распоряжаться, а просто гулять, рубить деревья, иногда поставить забор или покосить не ради хозяйства, а ради удовольствия, так как любил ручной труд и некуда было ему деть свою силу. Весной 11-го года Александр Александрович приезжал в Шахматово-один. Любовь Дмитриевна уехал на все лето за границу и провел там шесть недель, присматриваясь за постройкой нового дома для семьи Николая. Он прожил в Шахматове до конца июня, после чего, устроив все дела в Петербурге, уехал в Британь, где встретился с женой. В конце этого лета Франц Феликсович получил бригаду в Петербурге и с осени Александра Андреевна с мужем с великой радостью оставила опостыливший Ревель и переехала в Петербург. Александр Александрович узнал об этом за границей и тоже очень обрадовался этому событию, тем более, что сначала Франц Феликсович получил назначение в Полтаву, так что мать и сын были бы очень далеко друг от друга. В 1912 году Александр Александрович провел в Петербурге почти все лето. Он приезжал в Шахматово-один на короткое время, в городе писал розу и крест и ездил время от времени в Триоке, где играла Любовь Дмитриевна, поступившая в труппу Мирхольда. По окончании сезона в Триоках Блоки приехали в Шахматово и пробыли там около месяца, уже было хорошее время. Но Блок ничего не писал в деревне, он занимался только своей любимой работой, чисткой сада и прилегающей к нему дороги. На этот раз его никто уже не беспокоил по части заботы о хозяйстве, так как за последние годы все окончательно убедились в том, что Александр Александрович не будет хозяйничать и со всеми вопросами нужно обращаться к его матери, которая сама распоряжалась сельскими работами, тогда как я взяла на себя заботу о столе и часто работала в цветниках, в чем помогала мне и сестра. В таких случаях, когда Блок попадал в Шахматово в то время, когда надо было высаживать в цветники летники, выведенные в парниках, он очень охотно занимался этой работой, причем делал он гораздо скорее и лучше, чем учившийся в московском садоводстве Николай, у которого не было ни той ловкости рук, ни решительности движений, которыми отличался Блок, проявлявший талантливость во всем, что он делал. В 1913 году Блоки провели весну в Петербурге, а 12 июня уехали за границу, снова на берег океана, на этот раз в Гетаре, откуда ездили верхом и в Испанию. Вернувшись в Россию в прекрасном настроении, Блок приехал в начале августа в Шахматово, а в конце августа приехала и Любовь Дмитриевна. Блоки прожили с нами до половины сентября. Александр Александрович много занимался рубкой кустов и деревьев, причем так расходился, что загубил совершенно зря красивую группу старой сирени, в чем, может быть, впоследствии и раскаялся. Отголоски последних шахматовских событий, в том числе и этой варварской рубки, можно проследить в интересных набросках ни сны, ни явь, которые появились уже после его смерти в записках мечтателей. Эти оригинальные отрывочные картины помечены датой 19 марта 1921 года, 1907, 1909 и новая. Большая часть их навеяна шахматовым. Описание Синакоса засадом и внезапно раздавшейся песни есть буквальное воспроизведение действительности. Григорий Хрипунов пел известного «Бродягу», одну из популярнейших русских песен, проникнутых тоской острожной. Купец, чей лук косили, был владелец соседнего шахматового имения по фамилии Тябликов. Характеристика и судьба его, в общем, верны. Федот известный гудинский мужик, самый бедный из гудинцев. Но, разумеется, все события стилизованы и синтезированы ради общего впечатления. В этот синтез вошла и сирень. Она была точно такая, как описал ее блок. Березовую рощу он действительно вырубил с помощью братьев Кублицких, только гораздо раньше. Но она была не там, где срубленная сирень, а под садом. И точно, дом наш стал после этой рубки гораздо виднее с дороги и из-за врага и стоял открытый всем ветрам и бурям. Даже урядник и велосипедист, которого блок превратил в политического и нелегального, ездили точно такими путями, как описано в этом отрывке. Незабытые и осипшие собаки. Сцена с мужиками и богатыри уже чистый вымысел, но картина навеяна теми же впечатлениями родимой деревенской глуши. А последний отрывок, проникнутый свойственным блоку трагизмом и жутью, происходит в реальной обстановке известного места шахматовского сада. Ни сны, ни явь нарушили течение моего рассказа. Возвращаюсь к 1913 году. Пребывание Блока в шахматове в этом году ознаменовалось какой-то стихийной жаждой разрушения. Это выражалось в непрестанном желании еще что-то вырубить. Помнится, именно в это лето он вырубил в саду массу елей и проредил этим сад до такой степени, что он стал прозрачным и уже не составлял той сплошной массы деревьев, которая скрывала прежде от глаз прохожих то, что было в саду. Все эти вырубки Блок производил с известной целью, иногда разумной, иногда фантастической. И матери его, и мне, они были не по душе, сад от них сильно проигрывал. Но удержать Блока мы не могли. Во время зимнего сезона 1913-14 года произошла встреча и знакомство Блока с артисткой Любовью Александровной Андреевой Дельмас. В 1914 году он уехал в Шахматово только 8 июня. Любовь Дмитриевна играла в труппе Зонова, основавшейся в Кокколе. В деревне Александр Александрович занялся переводом новеллы Флобера «Святой Юлиан гостеприимец». Этот перевод остался в неотделанном виде и не был напечатан. Замечу, кстати, что кроме пьесы «Король на площади» Блок не написал в Шахматове ни одной большой вещи. Возмездие только начато было в Шахматове. Там писались только лирические стихи, правда, в довольно большом количестве. Весть о войне застала Блока в Шахматове, где мы мирно жили втроем. Франц Феликсович, уехавший в Крым для лечения, вернулся в Петербург по случаю мобилизации и немедленно вызвал жену телеграмму. 19 июля Александр Александрович с матерью уехали в город. Я осталась в деревне до конца лета. В конце августа Любовь Дмитриевна уехала на фронт в качестве сестры милосердия, а 8 октября уехал на фронт Франц Феликсович. В 1915 году Александр Александрович провел в городе весь май и июнь, после чего приехал в Шахматово. Никакой литературной работой он не занимался, только гулял и работал на воздухе. Между прочим, нанял земельника, который под его руководством делал в саду насыпь для новых цветников. В конце лета приезжал на неделю Дельмас. Александр Александрович совершал с ней длинные прогулки, а по вечерам она пела под аккомпанемент нашего старого фортепиано. Весну и лето 1916 года Александр Александрович провел в городе. Он очень интересовался шахматовскими делами и спрашивал в письмах к матери о результате садовых работ. 11 мая он пишет «Мама, я получил твое письмо и захотел в шахматово, но с другой стороны я как будто начинаю писать, боюсь сглазить». 4 июня он пишет «Мама, сейчас наконец окончена мной первая глава поэмы «Возмездие». В течение одного неполного месяца блок, посредством многих исправлений и дополнений, привел в окончательный вид эту главу, начатую весной 11-го года и продолженную в 14-м». 16-го июня он пишет «Мама, не еду, потому что надеюсь, может быть, и тщетно еще что-нибудь написать». Писать блоку больше не пришлось. Начались хлопоты по случаю близкого призыва. Он уехал на Пинские болота в качестве табельщика одной из организаций Земгора. В Шахматово приехал только на один день, незадолго до отъезда, который состоялся в конце июля. Этот единственный день был последний, который он провел в этом любимейшем уголке. Тогда он был, конечно, далек от этой мысли. В 1917 году мы с Александр Андреевной последний раз приезжали в Шахматово. После этого туда уже нельзя было ездить, а вскоре дом был разграблен и сожжен соседними крестьянами. Не со зла, а просто потому, что, взявшись беречь брошенную нами усадьбу, они понемногу разворовали все в доме, а потом захотели скрыть следы воровства. После этого туда заглядывали только изредка жившие по соседству двоюродные братья Блока, Кублицкие. Сам он не хотел больше туда ездить. Если бы он захотел, он, может быть, и мог бы сохранить Шахматова, воспользовавшись своими связями и знакомствами, но он ничего для этого не сделал, считая, что не имеет на это никакого права. Потеря Шахматова была ему очень тяжела, конечно, не как потеря имущества, а как гибель этого милого его сердцу приюта, где протекли лучшие дни его жизни. Когда на вопрос Чуковского, жаль ли ему Шахматова, он ответил, туда ему и дорога, это был, конечно, лишь способ отмахнуться от неприятного разговора и скрыть свои настоящие чувства. Когда мать заговаривала об этом вопросе, он говорил ей, зачем говорить о том, что больно? Уж, конечно, не помещик, а просто человек и поэт говорили в нем в эти минуты. Мне остается перечислить остальное из того, что написано было блоком под влиянием Шахматова. Это были те места в возмездии, которые касаются деревни. Уже в первой главе есть отрывок картина, которую поэт мог наблюдать только в Шахматове. Встань, выйди поутру на луг, на бледном небе ястреб кружит, чертя за кругом плавный круг, высматривая, где, похоже, гнездо припрятано в кустах. И так далее. Этого ястреба уподобил поэт своему герою, которого он назвал сначала незнакомец, странный, затем сказал, что он похож на Байрона, слова, приписанные Достоевскому, а еще дальше назвал его демоном. Во второй главе и в стихах, и в прозе говорится о Шахматове и его окрестностях. Последнее, что написал блок, уже совсем больной, на краю могилы, были наброски в стихах для возмездия. Уж осень, хлеб обмолотен, и к стенке прислонив цепы, рязанцы к веялке сложили. И в прозе, пропадая на целые дни до заката, он очерчивает все большие и большие круги вокруг родной усадьбы. Стихи воспроизводят точнейшую картину из раннего детства Блока в Шахматове, проза его прогулки верхом по окрестностям. И так, до последних дней, когда поэт мог работать, и болезнь не сломила его окончательно. Он работал над поэмой, воспроизводя картины Шахматова, о котором он говорит, между прочим, в своей статье, посвященной памяти Леонида Андреева. Я помню потрясение, которое я испытывал при чтении жизни Василия Фивейского в усадьбе осенней дождливой ночи. Сейчас от этих родных мест, где я провел лучшие времена жизни, ничего не осталось, может быть, только старые липы шумят. В Шахматове протекли золотые годы поэта. В более зрелые годы он ездил туда отдыхать от города, от интеллигенщины, приобщаться к природе и стихии, и окунаться усталой душой в атмосферу тех же родимых мест, где он знал каждую травку, каждое дерево. Там было столько передумано и пережито в часы его одиноких прогулок еще с юных лет, когда он утопал в неясных мечтах и беспредметном созерцании. Отголоски дум, более серьезных, созревших в этих местах, находим мы в дневнике, где говорится об отношении барина и мужика, и с такой беспощадностью осуждается барин. Итак, Шахматова не только радовала, но и учила поэта. Ленинград, 1930 год. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова